Скажите, пожалуйста, как нас видно, как нас слышно? Всё замечательно, всё чудесно. Ну вот, у девочек ещё хочу спросить. Вроде бы не жалуются. Ага, спасибо большое. Ну что ж, сегодня мы собрались с вами, чтобы подвести итоги. И, конечно же, так как марафон прошёл уже давным-давно, я думаю, что у вас есть первые результаты. И те, кто начал что-то делать, да, то есть идти дальше по этому пути, очень интересному, да, продвигать себя через канал Телеграм, то, я думаю, у вас появились различные вопросы. И сегодня мы собрались со спикерами для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Ириша что скажет? Я, конечно же, вас поздравляю, да, с получением дипломов. Все огромные-огромные молодцы. Да, я тоже хочу всех поприветствовать. Кто-то в чате отметил, да, что вот у нас был такой большой марафон, столько было участников. Но вот самые-самые, те, кто сделал все задания, всё вот как нужно оформил, потому что там тоже был квест, да, небольшой по сдаче финального домашнего задания. И вот самые-самые организованные, замечательные люди собрались вот на этой закрытой встрече. Я очень рада вас здесь всех приветствовать. Очень рада видеть Анечку, Свету, рада слышать Марину с Андреем. Вот у меня прям такое настроение какое-то очень сильно радостное. Я, наверное, продолжу, да, приветствовать. Дорогие друзья, я очень рада, что прошел вот этот марафон. И многие-многие из нас, из вас, мы все научились, во-первых, как работать в Телеграме. Мы научились, ну, вообще, узнаем, что такое Телеграм, потому что многие его не любили. Были в WhatsApp и в Соне, больше ничего не нужно было. А сейчас у нас есть Телеграм, и он нам, правда, ну, реально кому-то даже полюбил. Ну, мы его полюбили, да, потому что мы научились наводить в нем порядок. Мы научились создавать каналы, чаты, вести их. Ну, и, конечно же, мы теперь знаем, что такое Телеграм. Это совсем не страшно. Ну, и научились, конечно же, и снимать видео, и показывать себя, чего мы боялись до этого делать. В общем-то, все классно. Аня нам рассказала свою историю, как работать в Телеграм. Ирина нас научила вообще, как создать, да, все аккаунты, как что сделать. Андрей с Мариной нам рассказали про сторисы, как они работают со своей командой. И я думаю, что я вот хочу сказать от себя, я очень благодарна судьбе, что я попала вот на этот марафон, ты еще и спикером, это прям просто подарок судьбы. Я взяла очень многое для себя, ну, реально круто, очень круто. Скажите же, вообще было все просто супер. И сейчас, ребят, вы такие все молодцы, спасибо вам, что вы появились в моей жизни. Мы с вами подружились, у нас настолько тоже все вот реально круто. Ну, я думаю, что у всех будет теперь круто. Мы все будем теперь проявляться, будем следить друг за другом. Самое главное, мы теперь следим друг за другом даже. Есть зачем. Ну, в общем, я пока не прощаюсь, дадим слово еще Марине Андрею, и можно мне потом слово, потому что, друзья, у меня сегодня реально занят, ну, такой день загруженный. Я выйду к вам, пару слов скажу, и потом отдам весь эфир моим коллегам. Друзья, с вами на связи Андрей и Марина Пойловы. Ну, что я хочу сказать, вы все большие молодцы, прошли этот замечательный марафон «Продвинь себя в Телеграм». Узнали действительно очень много. И хочу сказать, что обучаться темпом 8 прямых эфиров за 8 дней – это очень круто. Все выдержались стойко. Самое главное, это было полезно. С вами появились информации, знаете, так скажем, прям самым сокровенным. Теперь вы знаете все по поводу Телеграма. Много фишечек узнали. Узнали, как пользоваться каналом и в плане рекрутирования, и в плане работы с командой, и в плане развития личного бренда. Марафон получился чудесным. Но самое главное, друзья, вот то, что вы теперь знаете, это все применять на практике. Потому что если знаешь, но не делаешь, значит не знаешь. Поэтому наша основная задача после того, как мы завершим этот марафон, действовать изо дня в день, делать простые действия. А потом, глядишь, опять проведем марафон и посмотрим, у кого какие успехи. Спасибо, Марина. Я как раз таки хотел сказать ту же самую мысль. У нас одни мысли на двоих. А я хочу сказать, что этот марафон на самом деле был уникальный. Это был уникальный марафон, потому что вот в том составе, в котором мы собрались, это, ну вот, никто даже не гарантирует и даже не предскажет, что мы еще когда-нибудь соберемся вот таким составом, чтобы проводить вот какой-то такой подобный марафон. Этот марафон был от практиков, да. Тут все у нас спикеры собрались. Это те люди, которые как раз таки используют телеграмм в своей повседневной работе. То есть у нас не было каких-то там теоретических знаний таких, которых нельзя было применить потом на практике. Поэтому всем повезло, кто пришел на этот марафон. Вдвойне повезло тем, кто смог выдержать действительно этот темп, прошел все задания и оказался вот в этом закрытом чате. Да, мы вот тоже сейчас смотрим. И вот с нами, например, Аня, это номер один, там Фаберлик. И в этом чате там 70 человек со всего Фаберлик. Это просто круто. И надо... Это ценить. Надо это ценить, да. И все те участники, которые оказались вот в этом закрытом чате, ну это просто молодцы. Молодцы. Теперь знания есть. Применяйте это все на практике. И вам будет хорошо. И растем. По карьерной лестнице компании Фаберлик. Тем более, квалификационные премии у нас бонусы увеличены. Да, еще и доход у нас будет увеличен со второго каталога. Так что все карты в руки. Ну что ж, передаем слово Светочке. Пока мы все выходим. Да, и передаем слово Свете. Друзья, всем здравствуйте еще раз. Я не буду задерживать вас долго. Я скажу самое основное, самое главное, о чем мы говорили об этом, да, о чем говорила я. И еще раз мы просто закрепим это. Давайте так. Для чего мы ведем телеграм-канал? Конечно же, для того, чтобы нас знали. Показывать себя и говорить о том, кто мы и для чего вообще мы здесь, да. То есть, ведем свой бренд. Для того, чтобы наш бренд продвигался, был узнаваемым, что нужно? Конечно же, рассказывать о себе, о том, чем мы занимаемся, что мы делаем. Правильно? И если мы будем просто писать посты, если просто мы будем, ну, фотографии, конечно, это можно делать. Но если это без видео, то, ну, мы есть, да. Но настоящие ли мы? А когда мы выходим с видео, нас люди видят настоящими. Но видео должно быть все-таки красивым. Видео должно быть правильным. И вот об этом я сегодня еще раз вам скажу, какое же должно быть видео. И убираем все свои страхи. Становимся уверенными в себе. Мы не боимся ничего. Мы любим в первую очередь себя. Снимаем себя. И, конечно же, привыкаем к себе. Я понимаю, что это сложно. Вот поверьте, я знаю, как никто другой, как сложно себя показать, как сложно себя подать. Поэтому, вот смотрите, я сейчас вышла. Я даже вижу, что я вышла неправильно. У меня очень плохое освещение. И лицо у меня блестит. Это уже не очень хорошо. Вот я убираю свет. Сейчас оно по-другому. Согласитесь? Вот уже здесь другой. Внешний вид у меня уже другой. Если же я уберу еще, выключу один свет, у меня начнут появиться круги под глазами. То есть моменты освещения играют большую роль, чтобы вы знали. То есть всегда к окну, всегда мы показываем себя не в ту сторону, где у нас от окна. Да, мы стоим у окна и снимаем. А наоборот, освещение должно быть на нас. Далее, что еще самое такое? Как мы себя показываем? Мы уже говорили на эту тему, да? Либо это будет полголовы, либо мы откуда-то выглядываем в камеру, либо, наоборот, слишком высоко держим, тоже не надо. То есть это должно быть глаза в глаза. Мы должны смотреть не вот так. Я просто видела много таких от ошибок. Ну, вы снимали, показывали. И вы говорите, вот я пришла за поставкой, там еще чем-то. И вот так вот вниз смотрите. Не надо этого делать. Обязательно выставляйте камеру прям вот на себя, чтобы вы прям... Если вот я даже чуть-чуть повыше сижу, надо вот немножко пониже сесть. Выставить правильно камеру. Смотрим глаза в глаза. Ну, либо чуть-чуть повыше. То есть вот так. Дальше. Как мы себя снимаем? Какой план? Смотрите, есть три плана. Есть план полностью, когда мы в кадре, во весь рост. Есть, когда мы по пояс, чуть ниже пояса. То есть это правило съемки видео. И есть вот как я сейчас перед вами. Это называется крупный план. То есть не одна моя голова, вы снимаете себе свою голову, да? А по плечи, чтобы были обязательно плечи у вас в кадре. То есть вот не одна вот эта говорящая голова была. То есть вот эти обязательно правила. И почему я не очень люблю колобочки, вот эти кружочки? Потому что когда мы очень близко снимаем, у нас вот только вот этот вот кадр там в камере. Либо тогда мы подальше колобочек снимаем, чтобы мы были вот так. То есть вот эти моменты понятно. Значит, не боимся. Воспринимаем себя, потому что, ну, вы все красотки. Вы поймите, что вы боитесь эту камеру, а вы говорите, она боится вас. Да нет, она вас любит. Но просто нужно правильно ей себя показать. И все будет нормально. И вы будете красивыми, и вы будете ухоженными. Ну, если вы выглядите ухоженные, да? Они в том виде, как вот только проснулись, и сразу к камере себя снимать. Доброе утро! Когда еще не успели проснуться, и не умывшись, да, не расчесались. Конечно же, мы приводим себя обязательно в порядок. И даже если мы без макияжа, но у нас обязательно аккуратная голова, ну, либо у нас там что-то одето, да, как мы обязательно порядочку делаем, если мы показываем масочку какую-то, если мы там патчи или еще что-то по утрам показываем. В любом случае, это все должно быть эстетично. Все должно быть красиво. Если мы показываем свою поставку, доставку, и снимаем, показываем. Мы это делаем не так, у нас там шурум-бурум у нас, вот это все валяется некрасиво. Как вот бывает, что в магазин придешь, да, у них вот в корзинах все там лежит накиданно, распродажа. Все равно наши пакетики, наши коробочки все аккуратно стоят, если мы показываем это в офисе. Я вот про это, что мы любим нашу продукцию, мы бережно к ней относимся. Мы, ну, мы, в общем, все, что мы снимаем, все, что мы показываем, мы любим. И людей мы всех любим, и всем мы улыбаемся. Потому что мы уже это поняли, да, что улыбка много значит для нас. Мы знаем, что такое вообще отношение к людям, что такое позитив. Конечно, все с позитивным мышлением, с позитивным отношением ко всему относимся. Даже что-то, если у нас не получается, мы не нервничаем. С первого раза не получилось, со второго раза не получилось, с третьего обязательно получится. Мы же знаем принцип, да, что один, два, три раза сделал, а потом уже оно пойдет как по маслу, все прекрасно будет и все хорошо. В общем, друзья, я не буду долго говорить, я не буду, я понимаю, что вы уже все знаете, вы научились, вы не боитесь сниматься. Особенно, мне кажется, те, кто пришли в этот чат, кто выполнил все задания, вы вообще умницы, вы просто супер. Я вот просто смотрела, да, и это все, вы так быстро все это делали, все задания выполняли, вы молодцы. Просто было огромное желание. Я всегда думаю, что у кого есть желание, тот это делает. Если этого желания нет, то оно хоть ты заставляйся себя, ну, надо, ну, вроде бы как, потом. И оставляем на это, и так оно у нас потом и идет. Так что, в общем-то, есть желание, цель поставили, и я думаю, что ваши каналы будут процветать, и подписчики у вас будут, будет становиться все больше и больше, и они будут увеличиваться в количестве, я имею в виду. Так что, всем удачи. Если какой-то будет вопрос, без проблем, я всегда отвечу. Я сейчас вам скину в чат, какие могут быть планы, когда вы снимаете. И еще один момент сейчас, да, скажу. Знаете, есть такая таблица Итана. Кто-то, может быть, знает, можете написать, что да, знаю, что это такое. Это когда ты снимаешь видео, либо фотосессия у тебя, обязательно подобраны правильно цвета. То есть, если ты одеваешь красный костюм, то там у тебя, допустим, какого цвета должна быть блузочка или топик. Если ты, ну, вот у меня тут некрасиво, сейчас я так быстро вышла, я просто прилетела бегом. Время сегодня так прям занято. И вообще задний план, да, какой у нас там задний план, допустим, вот, как должно быть. Если, допустим, он там бирюзовый, какую одежду нужно надеть на себя, в чем быть, выйти как, в эфир, например, либо какое-то видео снимать. То есть, по этой таблице Итана, там круг Итана есть такой, цвета. И как подобрать правильно цветовую гамму, как правильно быть в кадре. Кстати, вот у Марины с Андреем, у них прям, это хорошо было подобрано, когда они выходили, говорили, рассказывали, прям, цвета сочетались очень хорошо. Ну, просто обратила внимание на это. Так что, вот еще один такой момент. Я вам тоже такую кину табличку, чтобы вы знали, что это такое и как снимать себя. Ну и все, друзья, вперед, ведите свой канал. А коллегам своим я хочу сказать огромное-огромное спасибо. Вообще, с вами было просто суперклассно работать. Прямо, прям правда. Всех благодарю, всем спасибо, всем удачи. И, конечно же, много-много подписчиков и много новичков именно в Телеграм-канале. Ну и развивайте свой бренд. Бренд – это все наше. Всего доброго. А слово я передаю, подключайтесь, коллеги, кто следующий у нас. Ирина, наверное, ты. Да, Светлана, благодарю тоже за советы, за наставления, за рекомендации. Прям, ну, каждый раз вот вроде, да, об этом говоришь, но все равно забывается. Вот у меня тоже такое вот, потом смотрю, ну я же все это знаю, ну почему вот вылетает. Поэтому никогда не лишним будет про это помнить, тем более, если будет от вас какая-то памятка. Прям очень круто, благодарю тоже. Вот, я, наверное, пойду в табличку с вопросами, да. Еще про благодарность, это мы же с вами не закончили. У нас есть наши замечательные директора регионов. Мария Владимировна Ковалева, Мария Владимировна Холодняк и Евгения, Евгения отчества, не знаю, Евгения Першина. Они как волшебницы, вы знаете, бывает такое, что есть люди за кадром, которых как бы не видно, но они делают такую колоссальную работу. И вот мы, спикеры, это видели, да, что они проделали. И вот этот марафон, он благодаря им, собственно, и состоялся. Вот, и Мария Владимировна сделала нам замечательную табличку, куда вы писали свои вопросы. Я, честно говоря, думала, вопросов будет больше. Но, с другой стороны, это же очень радостно, потому что, если нет вопросов, значит, все понятно объяснили с первого раза. Поэтому, пойдемте к вопросам. Так, ну, давайте я буду читать, которые ко мне были отрисованы, да, вопросы. Я думаю, там Аня с Антоном, Марина с Андреем, они свои вопросы ответят, да? Да, да, конечно, Ириш. Так, смотрите, Мария спрашивает. Помогите с отложенными постами. На канале Мария разобралась, как эту функцию делать, а в продуктовом чате у нее ни в какую не получается. Мария, смотрите, я поняла, что вы посмотрели, скорее всего, вот мой урок, который на моем телеграм-канале, на личном, где вот там я рассказывала, как сделать синюю кнопочку. Можно сделать своего, ну, это, по сути, бот, да, то есть вот тоже там был миллион вопросов. Хочу свой бот. А какой хотите бот-то? Потому что вот бот, который является редактором для канала, это тоже чат-бот, да, он только служит для вот таких, для ваших личных целей. Да, в чате, в группе пользоваться этим ботом нельзя, то есть он подходит только для каналов. Но отложенный постинг, это мы же с вами учили, да, когда вы пишете какое-то сообщение и вот на вот этот самолетик, который отправки, делаете удлиненное нажатие, да, и получается, выходит строчка, либо отправить без звука, либо отправить позже. И вы просто делаете отправить позже и выставляете дату и время. И вы так можете себе запланировать, ну, как бы сколько угодно долго. И никаких вот этих ботов создавать вот этой всей трудной истории, ну, как бы зачем, если можно, все гораздо проще. То есть делайте просто через, написали текст, можете картинку прикрепить, все, что угодно можно прикрепить. Но не сразу отправляйте, а спустя время. И все. Ну, я вот лично так пользуюсь, да, я рассказывала там, когда ночью посты пишу и все такое прочее, вот, ну, очень удобно. Эта штука работает везде. И в чате, и на каналах, и в личной переписке, то есть когда друг с другом, да, вон я тоже рассказывала историю, как дети у меня, у Анютки, у дочери день рождения, и там в 00 часов 00 минут ей тык-тык-тык-тык-тык, Анюта с днем рождения. Я говорю, Ань, что они у тебя не спят? Она говорит, мама, это отложенные сообщения, ты типа что, все спят давным-давно, это просто вот они так сделали. Поэтому пользуйтесь очень удобно и без всяких ботов. Вот, Мария, если вы здесь и услышали ответ на мой вопрос, то в чате, ну, маякните, что понятно, я объяснила. Если непонятно, то вы тоже скажите, я еще как-нибудь по-другому расскажу. Дальше тоже от Марии вопрос про ботов, да, про наших любимых. То есть я понимаю, что Мария в проекте Фаберлик онлайн, потому что она знает, что такое промо Фаберлик. И есть бот, который подсчитывает результаты. Ну, то есть, допустим, есть какой-то тест, да, задаются вопросы, и за каждый ответ начисляются баллы. И потом в конце выдается конечный результат. Пример такого бота есть, хотелось бы понять, как настроить. Ну, вот тут смотрите, давайте я вообще про ботов скажу. Так, я читаю. Отложенные посты, супер. Бот для дуплицирования с ВК в Телеграм. Ну, вообще, давайте, смотрите, про ботов я что хочу. Вот мое, как бы, мнение, да. Когда, на каком этапе нужно уже переходить и задумываться о том, что вам нужны боты. Во-первых, их существует великое множество. И, по сути, бот – это такой помощник, который по заранее заготовленному вами сценарию общается, разговаривает с вашим клиентом, подписчиком, потенциальным новичком, ну, то есть, кем угодно, с вашей целевой аудиторией. И, вот, мое мнение, это все-таки нужно для масштабирования. То есть, когда вы уже настолько устали, вот, не знаю, от людей, наверное, невозможно устать, да, но вот, когда хотите, чтобы днем и ночью на ваши вопросы отвечали. То есть, если у вас уже настолько вот настроен вот этот поток людей именно к вам, да, и вы просто физически не успеваете, вот я бы вот в этот момент стала задумываться о ботах-помощниках. Потому что делать их на самом начальном этапе, вот у нас, кстати, тут есть в Верхневоложском регионе чат, он называется, ну, он про бизнес, зарабатываем с Фаберлику называется. И там был прямой эфир, вот я запись смотрела, Оля Сергеева рассказывала, вот, что есть основные этапы, ну, по сути, когда мы предлагаем бизнес Фаберлик, стать клиентом Фаберлик, это же продажа. И существуют основные этапы продаж. И вот если вы первые четыре не прошли, а сразу прыгаете на пятый, вот на вот этот масштаб, ну, как бы, ну, можно, наверное, да, но о чем тут тогда говорить? Настройте сначала вот все по шагам, по этапам, да, сделайте, придумайте у себя в голове, потому что как создать бота технический, ну, как бы, на какие кнопки нажимать, это можно научиться, это нетрудно. Основной вопрос будет зависеть, а что внутри наполнения. Это за вас, ну, никто не придумает. И взять чей-то шаблон и применить себе, ну, так тоже не будет работать, потому что все мы разные люди, вы знаете, что идут на людей. И без текстов, без смыслов, без вашей там видеокартинки, ну, это будет все гораздо хуже работать. Поэтому вот мое мнение в первую очередь, подумайте про внутреннее наполнение, про ваше выгодное предложение, которое учитывает потребности и ценности тех людей, которые к вам зайдут вот в этого вашего бота. Про то, что Светлана говорит, про легкий контент, про видеоконтент. Это тоже можно все в ботах добавлять, и такие боты гораздо лучше работают, когда там лично вы, а не просто сухой текст, ну, и даже пусть картинки, фотографии. Видеоботы работают гораздо лучше. Потом про дисциплину. То есть, если начали, да, то мы не останавливаемся. Это вот, это мое любименькое, да, начала, веду, 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 потом хоп. Пропало куда-то. Ну, вот так вот получилось. Это очень большая ошибка. Поэтому прям дисциплинированно. Не ленитесь. Есть всякие отложенные постинги. И мало создать бота. Очень многие думают, вот у меня будет бот, и он, не знаю, сам как-то будет работать. Если вы его нигде не будете продвигать, если вы вот эту вашу ссылочку нигде не будете размещать, ну, как бы, кто о нем узнает. Поэтому это тоже отдельный вопрос. И вот когда ко мне приходят, Ира, я хочу бота. А нет понимания. Вот это как, знаете, хочу то, не знаю что. Да, сделай мне. Вот я хочу. А что хочешь-то? Ну, не знаю. Ну, как бы, ну, не знаю, закончилось. Приходи, когда узнаешь. Поэтому вот у меня вот такое прям пожелание про «да, можно сделать». То есть существует куча всяких конструкторов, которые, ну, онлайн-платформы, которые сделают вот это вот все по шагам. И баллы посчитают. И вот меня тоже спрашивали, а как ты сделала, что у тебя, пока на твой канал не подпишешься, тебе ссылка с подарком не приходит. Да, это тоже бот. Можно научить это вас все сделать, но однозначно не в рамках вот этого марафона, потому что, ну, как бы он у нас тут такой более ознакомительный. То есть это такие темы уже глубокие идут. Научиться можно всему, но прежде всего продумайте смысл внутреннего содержания, наполнения, что у вас будет внутри. Потому что как это технически сделать? Ну, это можно сделать. Если самому технически сложно, да, ну, можно деньги заплатить, тебе сделают. Но тот человек, кто вам будет делать, он у вас в первую очередь спросит, а что внутри? Что вот ты хочешь по шагам одно, второе, третье, четвертое, пятое, десятое? А что на выходе? И, ну, как бы мало просто собрать бота. Дальше история с тем, что, как это называется, наверное, ну, какое-то обслуживание, да, техническое вот это вот сопровождение дальнейшее. Это тоже нужно знать, уметь. Поэтому, как бы, перед тем, как вот перейти к этому, да, шагу, что я хочу своего бота, вот эти все вопросы в своей голове хотя бы обозначьте. И тогда уже будет понятно, а что вы конкретно хотите. Вот. Дальше вопрос. Для чего проводят денежные розыгрыши на каналах для подписчиков? Это делается через ботов? Да, есть боты, которые делают денежные розыгрыши. Я вот знаю, Аня Кононова у себя, снова я вчера мне пришло уведомление, что Аня запустила у себя розыгрыш. Ну, для чего это делается? Для того, чтобы увеличить количество подписчиков на вашем канале. Потому что розыгрыши любят все поучаствовать в них, ну, как бы, просто подписавшись на канал и все, ты уже участвуешь в розыгрыше. Ну, как бы, почему нет? Вы видели, очень часто сама компания Фаберлик на своих официальных каналах, да, тоже проводит там кнопочку участвую, нажимаешь. Ну, как бы, механика там тоже простая, да, собираются участники, потом они выбираются автоматически. Можно все это сделать, но тоже вопрос, ну, то есть, понимаете, ну, подпишутся люди на ваш канал ради розыгрыша. А дальше-то что? Если там не будет вот того интересного, вовлекающего, полезного контента, то, ну, как бы, люди отпишутся. Начинайте все равно с наполнения, с внутренностей. А вот это все уже, вот это, как бы, ну, такая, вот, вот я говорю, вот я у себя на канале ни разу розыгрыш не проводила, но, как бы, количество людей увеличивается. Почему? Потому что, ну, интересно им, видимо, какую-то пользу они на моем канале видят. Розыгрыши, хорошо, есть возможность их проводить, прекрасно проводить, это, ну, прекрасный способ тоже привлечения людей, потому что, ну, я очень мало знаю людей, которые не любят ни в чем участвовать, ни вот это вот, испытать удачу, повезет мне, не повезет, ну, почему нет, используйте. Дальше, вопрос ко мне, как сделать синюю кнопку, ну, товарищи, как, как сделать синюю кнопку, Перемечева уже рассказала, не знаю, сколько раз. Ну, давайте покажу демонстрацию экрана, да. Сейчас будет много-много меня. Смотрите, вам нужно прийти ко мне на канал, да, вот, который вот этот, вот, Ирина Перемечева. Ну, не знаю, могу еще раз ссылку оставить, но, мне кажется, везде уже она оставлена. И заходите в мою, вот, в эту синюю кнопку, в мою собственную, которая у меня называется «Фишки Телеграм». Вот, у меня идет переход на бота, да, запускаете его, он вам предложит стать подписчиком моего канала, да. Переходите, подписывайтесь, у вас здесь внизу кнопочка, если вы еще не подписаны на него. И дальше, вот эта вот кнопочка «Читать статью», и он вам предложит прочитать статью. В этой статье вы в нее переходите, и здесь самый первый урок, здесь будет, вот, синяя кнопка в посте. Вот тут вот смотрите урок, на сколько минут, ну, минут 20 здесь урок. Он, конечно, очень давно записан, его бы перезаписать на 19 минут. Ну, вот, не знаю, все, кто посмотрели, все, у всех получилось. Вот, и здесь вот еще куча всяких вот этих треугольничков, их открывайте, то есть это самые популярные вопросы, которые мне задают. Я устала на них отвечать и сделала вот эту штучку, ну, в общем, вот здесь вот можно их почитать. Вот, надеюсь, рассказала вам, как сделать синюю кнопку, и у всех получится. Так, и еще был ко мне вопрос про... Почему в Telegram Stories ссылка не кликабельна? Смотрите, здесь получается... Ну, тоже давайте трансляцию экрана запущу. Пойдемте в Stories. Ну, к кому мы в Stories с вами сходим? К Ане Кононовой, наверное, давайте сходим, да, у Ани. У Ани по-любому есть какие-нибудь ссылки. Где-то у меня... Вот Аня Кононовой. Вот Аня, видите, уже вебинар идет, Аня нам Stories вещает. Вот, смотрите, вот. Видно, надеюсь, да? Кто-нибудь мне отпишитесь, видно ли мой экран? Да, да, видно. Вот, смотрите, вот у Ани, когда идет картинка, если вы делаете текстом ссылочку вот здесь в картинке, она будет не кликабельна. Но вот внизу, вот в самом низу, да, когда у вас есть добавить подпись, вот если вы ссылку добавляете в эту подпись, то они все кликабельны. Вот у Ани есть личная переписка и канал в Телеграм. Если я туда нажму, я попадаю на канал Каня. То есть там все работает, все кликабельно. Добавляйте ссылки не на картинку в тексте, а именно вот туда в окошечко, где добавить подпись. И тогда все будет кликабельно. Все, прекращаю трансляцию. Ну и все, вопросы у меня, мои вопросы закончились. Давайте почитаю чат. Еще что мы, может, вы мне там написали? Так. Наталья пишет. Я так понимаю, что о продукции бот лучше будет продвигать на продуктовых страницах в соцсетях. А как-то в контекстной рекламе можно боты использовать? Ну, смотрите, теоретически можно все. Я думаю, про рекламу нам сейчас Антон расскажет больше. Антон здесь присоединился. Вообще, там тоже были вопросы. Наверное, Антону передаю слово, потому что он расскажет вообще, какая бывает реклама, что такое контекстная, неконтекстная, какая она всякая разная бывает. Конечно, можно использовать. Да, то есть, ну, по сути, это же реклама, это продвижение. То есть у вас есть ссылка. Ссылка на бота, ссылка на сайт, ссылка на ваш канал, ссылка на вашу страничку. И любую ссылочку можно продвигать, да? Ну, не знаю, Антона в хлеб забираю, да, Антон рассказывает. Контекстная реклама – это когда люди в поиске пишут, и им выходит ваше рекламное предложение. То есть человек сам написал. Вы же ищите в поиске, не знаете вы что-то? Вам надо, там, не знаю, купить, там, чайник, кастрюлю, там, какой-то магазин найти, еще что-то. Вы в поиске пишите. Ну, я здесь все равно как раз по поводу... Так, сейчас. Включайся, все. Я здесь с вами не прощаюсь, вопросы пишите. Ну, смотрите, по поводу бота в Телеграм, то есть он не особо хорошо работает, его не пропускает. Здесь важно понимать, что вы продвигаете. Да, Телеграм-каналы у нас продвигаются, но чат-боты, особенно на бизнес, они, например, если хотите создать, они не продвигаются. Продуктовые, честно, не пробовал, потому что акцент, все-таки, мы делаем на бизнес-партнера. И ВКонтакте, если честно, Сендлер, вот робота ВКонтакте имею в виду, тоже не пробовал. Почему? Потому что есть продвижение Сендлера и ВКонтакте. Это вы можете тоже изучить. В принципе, есть открытое видео по запуску именно приложений ВКонтакте. Это несложно найти, если вы умеете пользоваться поиском, поиском в Ютубе, поиском в Рутубе, то есть любым. Антос, я думаю, что слово нужно отдать обратно и лишь перемечивай, потом будет, будут семья Пойловых, а потом мы с тобой с рекламой. Вот я поэтому как бы чуть-чуть не в том режиме, то есть просто ответил, именно запуск рекламы в бота, например, в Яндексе не пропускает. Благодарю, Антон. Так, смотрите, в чате увидела вопрос. Создание бота – это платная история? Ну, смотрите, создать бота, вот вообще просто создать бота, вот у меня есть бот обратной связи с самой собой, да, я это учила делать на там каком марафоне, прошло годично, уже прошло двухгодичной давности. Вот такого бота – это бесплатно, то есть просто вы создаете бота в ботфазере и все. То есть тут у меня вложений ноль рублей. Конечно, если вы будете использовать различные платформы, конструкторы для создания бота, да, там есть плата. Она бывает разная. Она бывает либо за количество сообщений, которые у вас пройдет через бот, обычно в месяц это бывает тариф, либо за количество подписчиков, то есть сколько людей будет в вашем боте. То есть тут тоже нужно смотреть, выбирать, и это уже стоит как бы денег. Можно создавать это все самостоятельно, да, но надо научиться. Вот таким вот, как я, которым все интересно, да, которые самостоятельно научились. Я вот сама, ну, никто меня не учил, как каким-то, не знаю, способом я это научилась делать. Делаю. Ну, мне, наверное, просто сильно слишком интересно. Поэтому это история платная. Можно, я еще раз говорю, можно найти специалистов, которые соберут вам бота на заказ. Ну, тут тоже куча всяких, учитывайте, вот то, что я рассказала, да, подводных камней, потому что, ну, сделать бота, это как бы полбеды. А потом дальше с этими же подписчиками вашего бота нужно взаимодействовать. А если вас не научили, если вы не умеете, ну, как бы тогда зачем это все дело нужно? Ну, вот я лично в этом смысла не вижу. Вот, поэтому, ну, в основном это платная история, да. Так, 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 вопрос к Антону. Бот обратной связи я делала без конструктора, без всякого. Ну, я, смотрите, думаю, что вы создаете бота с компа или из телефона можно? Можно из телефона, но мне удобнее с компьютера, с ноутбука, как бы, все равно, когда экранчик побольше, мышка, клавиатура, тут все в доступе, но можно из телефона. Все, спасибо, спасибо. Ну, все, я, наверное, передаю слово, потому что основное рассказала. Запись эфира будет? Будет. Ну, вот, смотрите, тоже вопрос. Сэндлер создавала бот и так и не поняла пользы от него. Куда его отправлять, что он дает людям? Вот тут самый главный вопрос. А для чего вы его создавали? То есть, когда нет ответа на вопрос, а зачем? Ну, тогда вот и будет непонятно, какая польза. То есть, понимаете, куда его отправлять, что он дает? Ну, вот, первые-то этапы пропущены, начинается с последнего. Новичкам для ознакомления? Ну, тогда новичкам его и нужно отправлять. Новичкам отправляли? Куда отправляли-то его? Кому? Что внутри наполнения? То есть, дальше вопросов масса возникает. Ну, что-то еще пишут. Давайте я пока передаю слово Марине и Андрею, но я здесь с вами не прощаюсь. Друзья, мы с вами на связи. Нам поступил один вопрос, такой вот, достаточно интересный. Елена у нас спрашивает. Елена пишет. Мне очень нравится, как вы ведете свою работу. Мне 64 года, я вряд ли смогу самостоятельно разобраться в чат-ботах, в воронках. Я пытаюсь, конечно, что лучше купить готовое решение или поменять наставника. Друзья, мы должны с вами понять, что чат-бот – это не панацея вообще, в принципе. Чат-бот – это инструмент для работы. И это инструмент для либо приглашения людей в вашу команду, первый вариант, либо это инструмент, который поможет вам работать с вашей командой. И все. Но что такое система нашей работы? Система нашей работы, она включает в себя не только приглашение партнеров, да? Она включает в себя работу с новичками, работу с командой. Она включает в себя систему активности. То есть на самом деле мы должны прежде всего понимать, да, куда мы зовем людей, что мы можем дать им после регистрации, как мы будем обучать, чему мы будем обучать, как мы будем развлекать каждый каталог, какие активности будем проводить и так далее. Да, то есть менять наставника из одного чат-бота, ну, это, ну, нелогично, наверное, все-таки. Вот, потому что чат-бот – это не панацея. В нашей команде много людей, мы чат-боты выдаем своим партнерам. Ну, а что толку, да? Казалось бы, все есть, чат-боты есть, но опять-таки, если… И результат есть не у всех. Да, да, результат есть. У тех, кто работает. Да, поймите, да, 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 да. Вот правильно, Андрюша, подхватил эту тему. Да, поэтому, чтобы был результат, нужно работать, а мы с вами все, друзья, мы с вами все знаем, что работают абсолютно любые методы. Если ими работать, не надо упираться в эти чат-боты, не надо упираться, даже в интернет не надо упираться, если вы умело работаете с теплым кругом. Потому что, расскажу вам пример Мы сами пришли из предыдущей компании И в нашу же команду Тоже из предыдущей компании Пришла Татьяна Винокурова А в той компании она была 20 лет Она не была в нашей команде И вот она пришла, она все эти Ну не 20 лет, а как интернет появился Все мечтала освоить интернет Потому что все в этом интернете Показывают какие-то безумные приросты Новички у них есть, и заказы они делают И в званиях они растут В общем, такие все молодцы Там под пальмой лежат, кокос попивают Ничего не делают И вот она тоже хотела освоить интернет Знаете, как получилось? Она пришла в нашу команду Мы ее обучали с чистого листа Вот она пришла сама одна И сейчас она находится у нас в звании Старший директор Ну я хочу, друзья, вам сказать, что Ну практически старший директор 300 баллов ей не хватило, скоро его уже сделают Я хочу вам сказать, что когда Таня пришла Мне впервые пришлось На тот момент мы уже были в сетевом 9,5 лет Да, Андрюш? Мне впервые пришлось организовать и провести Обучение по теплому кругу Хотя я вообще не умею по теплому кругу работать Но я это сделала для Татьяны Потому что ей течат боты с воронками Как вот до одного места Друзья, понимаете? Ну не ее это Она так хотела Она так мечтала И она пришла Увидела всю нашу систему Это интернет Это какие-то мультибраузеры Это какие-то прокси-сервера Эти странички покупай, оформляй И так это сложно И так это медленно А ей уже Девушка такая уже 18 плюс И тяжеловато Понимаете? Я вижу, что она не может раскрыться Вот с теми инструментами Которые мы ей даем У нас-то Чат-бот у нас тогда был Мы ей говорили Вот чат-бот Делай это Люди интересуются работой Давай ссылку на чат-бот И будет тебе счастье Не смогла Понимаете? Не смогла А я вижу, она пришла и чахнет Знаете, что такое? Быть 20 лет в одной компании Грездить об этом интернете Прийти к нам Вот мы интернет-команды И не получается Ну и все Было принято волевое решение Организовать обучение По теплому кругу Организовали Провели Я это обучение проводила Только для нее Вот только для одного человека Из всей команды Представляете? Команда большая уже На тот момент Конечно, не 15 тысяч Как сейчас Она была меньше Вот я провела это обучение Представляете? Оно выстрелило На этом обучении Таня пригласила Женю Женечку Мартиянникову В нашу команду Сейчас Женя В открытой квалификации Директор А сама Таня Да, она вот Чуть-чуть Без старшего Ей не хватает А Женя подхватила Там своих девчонок Да, Таня сейчас Продолжает работать По теплому кругу Представляете? Вот это обучение Которое я провела для нее Дало ей толчок Она сама выросла Да, девчонки у нее Сейчас в команде Классные Они все работают По теплому кругу Вы представляете? Все по теплому кругу Поэтому интернет Это, конечно, классно Но интернет Мы сейчас с вами Даже рассматриваем Даже не как инструмент Для рекрутирования Он нам больше нужен Как инструмент Для коммуникации У нас же есть новички Которых мы пригласили Да Нам с новичками Это надо работать А мы канал с Андреем Ведем с какой целью? Мы показываем Какие движники У нас проходят Да Что мы проводим Для команды Я также частенько Пишу в своем канале Если вы не знаете Как пройти обучение Напишите мне в личку Я там добавлю Либо обратитесь К моему спонсору Либо приходите На прямой эфир Люди приходят С ними нужно коммуницировать Нужно показывать То, что дает нам компания Какие возможности Ну и себя, конечно же Показывать Больше всего Нам для этого нужно И, конечно же Для обучения Мы сейчас с вами как? Мы сейчас В интернете находимся Мы не поехали с вами В отдельный город Мы не стали снимать Бизнес-зал Чтобы проводить там обучение Мы с вами экономим время Я сейчас Не могу Лицом к вам выйти Но Для меня это не проблема Вот вы меня слышите Вы уже получаете информацию Правда здорово Здорово А представьте себе Если человек пришел В вашу команду И у него в принципе Нет времени ездить Там на встречи В офис Потому что он работает Подработка Семья и так далее Как это удобно Обучение в онлайне Проходить Поэтому Мы с вами Должны понять Чат-боты Это классно Но как правильно Сказала Ира Чат-боты нужно Накладывать на работающую систему Систему вашей команды Один в поле не воин Поэтому Помимо вас В команде Есть ваши Выше настоящие Наставники Лидеры Нужно все вместе Объединяться Разрабатывать Свою систему работы Она уже есть Нужно ее просто Где-то докрутить Допилить И уже на эту систему работ Вы можете положить Как бота по рекрутированию Так и бота по сопровождению Новичков И будет вам счастье Но эти боты Не по нацели Вот у нас В команде У каждого Встречного Первого Поперечного Эти боты есть А результата нет Потому что Эти боты Каждого Да Ну да А у каждого Результата нет У нас есть результат У работающих лидеров Тоже есть Но вот приходят люди У них нет результатов Потому что они этим Не работают А почему не работают Да может быть потому что Не подходит Понимаете Поэтому нужно работать Теми методами Которыми вы уже Сейчас работаете Я хочу вам сказать Что очень опасно Проходить обучение Очень опасно Проходить обучение Я всегда с осторожностью Прохожу обучение С осторожностью Своих партнеров Отправляю на обучение Там другие Почему Потому что мы с Андреем Когда были новичками Которые хотели Расти Да Мы ездили в предыдущие компании На бизнес встречи Конференции Слушали лидеров Знаете сколько дров Мы накололи Наломали А на самом деле Продолжая мы делаем То что мы делали Может быть все Пошло бы по другому Поэтому Очень четко И внимательно Фильтруйте Ту информацию Которую вы получаете Не считайте Что та информация Которую вы получаете Это по нацене От всего Эта таблетка Волшебная От всех болячек Такого не бывает Не в принципе Не в жизни Да Если мы к доктору придем Такого не бывает В нашем бизнесе И в жизни Да Если мы говорим Про здоровье Это комплексный подход К своему организму А наш бизнес Это тоже организм Да И мы к своему бизнесу Тоже должны Комплексно подходить Поэтому Очень тщательно Нужно фильтровать Ту информацию Которую вы получаете Ни в коем случае Не ломать То что у вас Уже настроено То что у вас настроено Оно дает вам результат Если вам Ваша система Дала звание Консультант 3% Это круто Это круто Просто добавьте Вот на эту систему Больше людей Ну нет Даже неправильно Не больше людей Больше своих действий И вы станете 6% Потом 9% 12-15-18-23-19-23% Директор, старший Партнер и так далее Тоже как правильно Ира сказала Мы постепенно Все этапы проходим И уже потом Когда у нас есть свой опыт Мы его действительно Можем перенести На чат-боты По рекрутированию По сопровождению команды Но ни в коем случае Не ломайте то что у вас есть Цените то что у вас есть Это ваш опыт Это ваш результат Это ваши методы работы И они классные И они классные ваши методы Потому что Они вам все-таки Результат-то дали А то что вот Вы дополнительно узнаете В интернете Это нужно аккуратно встраивать В то что у вас уже есть И вот тема которую мы выбрали Продвиньте себя в телеграм Это безопасная тема Это классная тема Которая не поломает вам То что у вас есть А наоборот Она обогатит вас И вашу команду Вот в плане Даже вот коммуникации Понимаете Вот именно эта тема Она даст вам рост Поэтому чат-боты Это классно Но чат-боты Нужно делать все-таки Всей вашей командой Которая у вас есть Собирайтесь Столкуйте И результат обязательно будет Если вам это действительно нужно А если не нужно То используйте Эти методы Которые Вот в данный момент Используйте Которые дают вам результат Андрей Что-то хочешь дополнить У тебя очень Очень содержательная Речь была По поводу Вообще чат-ботов А что я хочу дополнить Ну я хочу дополнить Что вообще конечно Чат-боты не панацея Но чат-боты Они очень Очень сильно Упрощают Все-таки нашу работу И Благодаря чат-ботам Да Вот такие методы Которыми мы работаем Да Позволяют нам Нельзя так сказать Переваривать Да Как бы Справляться Справляться с тем Количеством людей Которые к нам Сейчас приходят С холодного рынка Да То есть Благодаря тому Что Приложение Которое у нас есть В нашей команде Благодаря тому Приложению Которое есть В компании Faberlic Сейчас действительно Приходит К нам много людей Очень много людей И если бы Ну не было Этих чат-ботов Которые помогают Как в приглашении Партнеров Так и в Сопровождении Да В первоначальной Информации То Ну мы бы Наверное Не знаю Нам даже 72 часа в сутки Бы не хватило Для того Чтобы ответить На все вопросы Да Для того Чтобы Ответить на все Возражения И так далее И тому подобное Все-таки Чат-боты Это круто Да Мы используем Чат-ботов В социальной сети Вконтакте Да Это основные Чат-боты Мы используем Чат-ботов В Телеграме И Чат-боты И во Вконтакте И чат-боты В Телеграме Они сделаны У нас На Ну на Платформах Да На сервисах За которые Мы платим Деньги Сами чат-боты Это Исключительно Наша личная Разработка Да То есть Мы Не покупали Никакие готовые Решения То есть Мы Весь наш опыт Который у нас был За Много-много лет В сетевом Бизнесе В плане Приглашения Партнеров С холодного Рынка Мы уже Перенесли В эти Чат-боты И они Поэтому И работают Поэтому Если мы Говорим Про тот же Самый вопрос Не лучше Купить готовые Решения Даже если Вот Вам Хочется Купить Это готовые Решения И у вас Есть там Финансовая Возможность Покупать Это готовые Решения Никто Не будет Давать Гарантии Что это Готовое Решение Будет Подходить Именно вам Будет Подходить Именно Под Компанию Фаберлик И будет Подходить Под вас Под вашу Систему Работы Соответственно Все-таки Наверное В том Вопросе Покупать Готовое Решение Это Наверное Вообще Самый Такой Последний Нет Это Вообще В принципе Даже Не нужно Готовое Решение Покупать И даже Не нужно Обращаться К тем Людям Которые Технически Могут Этих Ботов Сделать Потому что Они Не в зуб Ногой В нашем Бизнесе И Даже Если Какие-то Советы Будут Давать Они Не всегда Применимы К нам Да Соответственно Чет-боты Они Обязательно Придут Если Мы Сейчас Посмотрим Просто На Нашу Жизнь С вами Вы же Видите Как быстро Это все Меняется И Как Сильно Сейчас Вся Наша Жизнь Все Равно Оцифровывается И Уходит В Онлайн Поэтому Чет-боты Они Рано Или Поздно Все Равно Догонят Всех Все Обязательно Догонят Всех И Рано Или Поздно Всем Все Придется Учиться С ними Взаимодействовать Потому Что Это Будет Определенное Конкурентное Преимущество Ну Это Уже Отдельное Обучение Ну Это Уже Конечно Отдельное Обучение Потому Что Да Это Все Эти Проблемы Все Эти Вопросы Нужно Разбирать В комплексе Должен Быть Вообще Какой-то Профессиональный Консалтинг По Тем Системам Которые Вообще Существуют Система Приглашения Система Запуска Новичков Система Обучения Новичков И система Можно еще Сказать Активности Создание Товароборота Система Перевода Людей Из Просто Потребителей В бизнес Партнеров И наоборот И наоборот Из бизнес Партнеров Выгнать его Из бизнес Партнеров Недостоин Иди просто Покупать В общем Да Это глобальные Такие вопросы И вот Даже Такие Люди Которые Всю жизнь Были в интернете Это мы Всю жизнь Были в интернете Еще Еще Даже Не дошли Даже Я не знаю Там Начально Среднего Какого-то Уровня Владения Всеми Вот этими Технологиями Потому что Как только Берешься за что-то Одно И начинаешь В этом Как-то Чуть-чуть Поплотнее Разбираться Все остальные Сферы Начинают Вперед Там Убегать Да Они начинают Вперед Убегать Потому что Вот даже Сейчас Ну Если мы Вообще Говорим Про нашу Жизнь Да Вот То образование Которое Дается Сейчас Человек Пошел Например В университет На первый курс Начал Что-то изучать К отцу Первого курса Все что он изучал Уже устарело Особенно В онлайне Особенно Именно В этих Всяких Информационных Системах Технологиях И так далее И тому подобное Поэтому Чат-боты Это классно Чат-боты Сильно Это все упрощают Но чат-боты Это не панацея И чат-боты Это даже вред Если у вас нет Даже понятие Вообще Куда его там Приткнуть Если мы говорим С вами Про то Что чат-бот Мы допустим Используем Как инструмент Для рекрутирования В социальных сетях Значит мы говорим С вами Про холодный рынок А чтобы чат-бота Сделать Это сначала Нужно ручками Порекрутировать Пообщаться с людьми В социальных сетях С которыми вы не знаете И выработать Свою систему Рекрутирования То есть Пообщаться с людьми Так Чтобы они в итоге Зарегистрировались Это же ваш личный опыт И тогда Когда у вас Этот личный опыт будет Вы просто Все эти сообщения Которые вы человеку Отправляли В ручном режиме Вы просто помещаете В чат-бот И он дальше В автоматическом режиме Дает людям информацию Ваша задача будет заключаться Только в том Чтобы человек Об этого бота поместить Сделал так Чтобы он на ссылочку Бота нажал И туда попал Поэтому тут Опять все упирается В то что Действительно Ценен будет Именно ваш личный опыт И здесь не получится так Что вы увидели Какого-то чат-бота Воронку И пошли скопировали У меня на моей страничке Есть пост в закрепе Ссылочка на воронку Но даже если вы туда зайдете Вы не увидите Полностью Как работает эта воронка Потому что она сложная Она многоуровневая Она многоступенчатая Ее в принципе Никто не сможет повторить Ее смогут создать Только с нуля Создатели Это мы с Андреем И мы-то туда Заложили свой опыт По рекрутированию Тут просто и не нужно Копировать Тут и не нужно повторять Все что здесь нужно делать Это реально Просто пойти Если хочется Мы сейчас опять говорим Про вред Наверное Пойти Поработать ручками В социальных сетях Пообщаться с людьми И попробовать их Зарекрутировать Вот Когда получится У вас же останутся диалоги Просто в боты Поместите Почему я говорю Что это все-таки Про вред Но вы уже сейчас Работаете методами Которые у вас есть Тот же теплый круг Например Этот метод Дает вам стопроцентный результат Вы знаете Что столько времени потратите И столько людей В команду придут А когда ты идешь В онлайн Это как вот Андрей Сейчас сказал Ты начинаешь это изучать И остальное у тебя рушится И твои методы привычные Перестают тебе приносить результат Потому что ты ими Просто не работаешь Поэтому друзья мои Тут Если гнаться За всеми Этими интернет Примочками Ну это Себя полностью Отдать этому интернету Тогда может быть Что-то вы будете успевать Если же вам это надо Не сильно Наверное Не надо даже начинать Если это вам не сильно надо Если вот прям Как Ира говорит Что ей это слишком интересно Вот если у вас Тоже такое настроение То конечно Надо действовать Но если Интерес не настолько сильный И вы не сможете Там пройти Несколько Уровней преград Которые вы встретите То только время потратите Потому что Это все действительно непросто Андрей Там какие-то вопросы Наверное еще появились Давай я отвечу На вопросы Про чат-воды Тут есть А ты ответишь На вопрос Про теплый круг Итак Вопрос по поводу Тут Наталья задает Какие сервисы лучше Работаем ли мы На платформе Век роста Нет На данной платформе Мы не работаем В Телеграме У нас Одна платформа А в ВКонтакте Мы работаем На платформе Сендлер То есть это Ну вот Мы на Сендлере работаем Тут тоже Такой вопрос Какие сервисы лучше Мы честно говоря Не сравнивали То есть мы не проводили Какой-то глобальный Аудит Вот этих сервисов Вот Сендлер Нам подходит ВКонтакте Сендлер подходит Он недорогой Вот Александра спрашивает Когда минимальный тариф В Сендлере Он 300 рублей В месяц 2000 сообщений В сутки При этом Нет ограничений На количество Подписчиков Да То есть у вас может быть Много подписчиков И соответственно Вот отправляется 2000 сообщений В сутки То есть На начальном уровне Это хватает Дальше Там Тариф чуть подороже Там по-моему 500 рублей 700 рублей То есть Ну вот Сендлер Это платформа Для контакта Это наверное Самая такая Экономическая Да Вот И мы ей пользуемся Так На сервисе Там Как попасть к вам На обучение Для создания системы Ну никак Наталья Нам не попасть Потому что Мы не проводим Обучение Для создания системы Потому что Ну Честно говоря У нас были мысли Да Делать какие-то Вот информационные продукты Например Там разбор системы Ну Дело в том Что Так как Ну Вот Марина Да В частности Это человек Который С перфекционизмом На ты Соответственно Если брать И Вот Разбирать И создавать Какие-то чужие Интервенционные системы То Она будет Это делать Например Очень Хорошо И Пока не сделает Это Максимально хорошо Соответственно Ну как бы Не успокоится Поэтому Это не может Стоить дешево Ну и при этом Тоже Да Это чужой человек В принципе Будет Для каких-то Других Лидеров Компании Фаберлик Который будет Привносить Своё видение В строительство Вот этих систем Потому что Ну вот Действительно Каждый раз Вот В то время Которое Мы попадали На какие-то Оффлайн Мероприятия Попадали Под влияние Каких-то Лидеров Да То мы Приезжали Домой И рушили Просто на корню Всё Всё что было И Несколько раз Из этого Выгребались Ничего хорошего В этом нет Поэтому Система Наталья Ну вы Просто Вы должны Понять Сесть И проанализировать Да Каким образом У вас Попадают Вашу команду Новички Да Посмотреть Просто слабые места Да Либо вы Делаете Там много действий Мало людей приходит Либо вы Просто мало Чего-то делаете Либо какие-то Новые методы Вот прям Просятся к вам Дальше Вы смотрите На вашу Систему Запуска Новых партнеров Соответственно Вы смотрите Просто конверсию Да То есть Если Вы работаете Там на тёплом рынке У вас Одна конверсия Если вы Работаете На холодном рынке Другая конверсия Но вот Если мы говорим Про холодный рынок Да То есть Если к вам придёт Там 100 новичков А из них Никто не делает заказ Значит Что-то надо докручивать Если один человек Сделает заказ Всё равно Надо докручивать А если 100 человек С холодного рынка К вам Придёт И сразу Сделает 10 15 Там 20 Человек Заказ Но это Хорошая конверсия Для Именно Для онлайна И так Дальше Вы разбираете Все вот эти Аспекты Своих Систем Кроме вас И вашего Бизнеса Да Это ваш же бизнес Кроме вас Его не сделает Никто лучше Только вы можете Его сделать лучше Мы Пытаемся Это всё Донести Всегда И до наших Партнёров Что когда Они зарегистрируются Они И работают И прежде всего Работают Именно для себя А не для Андрея И Марины Но тоже Тут бывают Вопросики Потому что Всё-таки Люди У нас Приходят С каким мышлением С мышлением Работника По найму Приходят К директору Который Должен Давать Чёткие Указания И при этом Директор Должен Нести Ответственность А у нас Вы знаете Не так У нас По-другому Каждый Из нас И мы И вы Несем Ответственность За наш Собственный Бизнес Поэтому Кроме Вас Этого Не сделает Никто Лучше На Телеграм На Телеграм Платформа Bot Help Называется Так Bot Help Там Она Подороже Платформа Там Минималка По-моему 1300 Рблей Сейчас В месяц На Тысячу Подписчиков То есть Это В Телеграм Более Сложные Видимо Боты Поэтому Это Все Дороже Ну И там Сама Платформа Просто Сложнее Потому Что Там Можно Делать Ботов И В Инстаграм И В 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 Теплого Рынка Было Голосовыми Евгения Отработала Весь Список Контактов Среди Списка Контактов Оказалась Евгения Тот Самый Бриллиантик Который Пошел В Рост Вопросы Еще Пишу Чат Мы Делали Конечно В Ватсап Я Там Была Администратором И Соответственно Девчонки Которые У меня Рекрутировали Они Тоже Были Администраторами И В этот Чат Людей Добавляли Сами Соответственно Возможность Писать Сообщение Она Была Выключена В Чате И Возможность Открывалась Только Тогда Когда Начиналось Обучение Ну И Все Я Записывала Голосовые Люди Слушали И Потом Регистрировались И Вот Это Обучение По Теплому Кругу Это Был Еще Один Пример Того Что Работают Все Методы На Которые Мы Работали Все время На Холодном Запустили Обучение По Теплому Кругу И Тогда Достаточно Много Людей Принимало На самом деле В нем Участие Начало Зашло А сейчас 80 человек А сейчас У нас Все-таки 80 человек Представьте Если бы Все 2000 человек У нас Дошли До финала У нас Сейчас В чате Было 2000 человек 2000 человек Партнеров Компании Фаберли Начали бы Вести Свои Телеграм Каналы Да мы Просто Порвали Сейчас Весь Этот Телеграм Ну Вот Что-то Мешает Людям Так же И мешало На обучении По Теплому Кругу Это Было Легко Сначала Подошло Время К тому Чтобы Эти действия Делать Ежедневно В нужном Объеме Системе Да Потому что Если мы говорим Про рекрутинг На теплом рынке Это нужно Постоянно Пополнять Список Контактов То есть Изначально Его нужно Правильно Составить А так как Все делается На бегу То отработали Всех Кто Там В поле Зрения Детальной Отработки Контактов Конечно Не было Хотя у Каждого Человека В списке Контактов Может быть И под тысячи Человек На самом деле Потому что Мы же люди Социальные Мы с людьми Общаемся С другими И поэтому Тут тоже Есть определенные Свои Нюансы Это уже Потом Понимаешь Когда-то Обучение Продел Сидишь Все это Анализируешь И думаешь Ну так Собственно И приобретается Опыт Только так Он и приобретается Так Ну я думаю Что мы Как раз На вопросики Все ответили Да Конечно Когда Сам работаешь На теплом круге И сам Даешь информацию Это сложно Поэтому Я команде Предложила Альтернативу Они Шьют Первое сообщение Заманушку Там не написано Да С кем мы сотрудничаем Просто Говорится о том Что можно Работать удаленно Если интересно Дай знать Их знакомые Пишут Да интересно Дальше Они заводят чат И говорят Что завтра Марина Пойла Директор нашей команды В голосовых Объяснит Суть заработка Вот я тебе сейчас Чат добавлю И все На следующий день Голосовые мои Включаются Вот в этом случае Марина Пойлова Работала Как тот чат-бот Да Не новичок Давал информацию Про создание Работки Отвечал Новосрешение Марина Пойлова Поэтому Если есть У вас Лидеры Да Вот с которыми Вы могли бы Объединиться Это знаете Как перекрестная Отработка структуры Когда меняетесь Контактами Да Ну внутри своей команды То есть Ваших новичков Отрабатывает Там Ваша коллега А вы ее Новичков Да И Получается Эффект Реатива лица Это уже Получается Очень даже здорово Ну здесь По сути То же самое Если нет желания Отрабатывать Самостоятельно Свой теплый круг Да То можно Вот в принципе Объединиться С кем-то Из команды Перекидывать Контакты И чтобы Вот Марина Пойлова Которая Будет давать Информацию В чате Да Это был Кто-то Из вашей команды И в этом случае Уже комфортнее Работать Мы так работали Еще в том году Получается Да Ну как раз В 23-м году В 23-м году В начале года Мы так работали И ватсап Он был другим А сейчас Конечно ватсап Зверствует Но я думаю За добавление Ничего не будет А вот Все будет хорошо Ну тем более Как бы Человек-то знает Что его в чат добавят А о чем О том жаловаться Оно все меняется Видите Сколько лет Ватсап давал Нам нормально работать Без блокировок Сейчас конечно Это все очень тяжело Ватсапе стало Блокируют аккаунты И временно блокируют Но тем не менее Неприятная система Работы тоже из-за этого У нас меняется И нам приходится Подстраиваться Нет ничего стабильного Так Ну вижу Что еще Добавляла своих Отправляли в бан А вы по предварительной Договоренности Добавляли в чат То есть человек Дал согласие Что вы его добавите В чат Если согласие Люди давали И они не жали Заблокировать Не жали Спам То скорее всего Дело в лимитах Видимо А предваритель Они делали Ну тогда понятно Почему заблокировали Конечно люди Нажимали спам Поэтому и заблокировали Вашу группу Сейчас так не прокатит Нужно действительно Людям сначала В личку писать Договариваться Либо вы их самостоятельно Добавите Либо давать ссылку Начать чтобы они Сами зашли Тогда будет хорошо Скрипты приглашения Да я вам скину Они на самом деле Очень простые Больше вопросиков нету Наверное Ну тогда мы Друзья Будем передавать Нашу эстафету Анне и Антону Да Анне и Антону Здрасте Спасибо Мариша Ириша Свете огромное спасибо Очень много Классной информации Я вот сижу и думаю А что ж я то буду Рассказывать Ну все уже рассказали Вообще классные Умные ребята Супер Просто супер По поводу Ребят Мне хочется добавить Своих 5 копеек По поводу чат-бота Вообще по поводу Всех различных систем Которые вообще У вас есть В принципе Да Очень много Сейчас в интернете Вот это вам Прямо на подумать Чтобы Ну грубо говоря Чтобы вам стало хорошо Да Очень много Сейчас людей Продают Вот эти чат-боты Автоворонки Да То есть прогревы Сторисы Посты И так далее Да То есть Что они этим Хотят показать Давайте с вами Поразмышляем Что они этим Хотят Рассказать Как вы думаете Давайте Давайте Помыслим Просыпайтесь Все Работать надо Новый год Прошел Они хотят Продать Они хотят Чтоб вы у них Это купили Я не буду Дожидаться Ответа Да То есть Хотят Те кто Например Говорят Вот там Можно не Постить Там бренд Не делать Сторисы И так далее Что они Продают Они продают Да Они продают Какую-нибудь Спам-систему Да Там сейчас Очень много Всяких Спам-систем Вот Или Допустим Продвижение Контекстной рекламы Которая идет Без креатив Без всего Нет Воздух Они не продают Они все-таки Что-то Да Продают Сейчас Запрещено Продавать Воздух Это Могут Очень сильно Штрафовать Перекрыть Вид деятельности И так далее Да Если будут Жалобы Потому что Инфоблогеров Очень много Вышло Инфа Вот этих Всех Да Людей Я вам хочу Сказать Что Если у вас Есть способ Роста Который у вас Заходит Вы Пожалуйста Не останавливайтесь И Не Переделывайте Себя А Действительно Как сказали Марина и Андрей Внедряйте Внедряйте Новые Методы Роста Пожалуйста Уже В ту Существующую Систему Я не знаю Донесла я вас Это или нет Но это Очень сильно Важно Очень много Людей У меня В структуре В команде Вдруг Начинали Говорить Аня Офлайн Это позор Правомостойки Это позор Все Я буду Работать В интернете Я говорю Ну давай Окей И человек Не может В интернете Начать работать Это все Ну как вы Сами понимаете Реклама Это деньги Человек Не привык Стоя На правомостойках Вкладывать Огромное количество День Хорошо Да То есть И Добавлять И не менять Да 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 Вот И честно вам Сказать Вот тут Вот тот самый Главный момент Что вы В первую очередь Должны работать Так как вам удобно Так как вам Отвлекается Так как вам Комфортно Поспросите себя А вам комфортно Работать именно так Вот спросите себя Потому что Лично я Я вам честно скажу Я не умею Раскладывать Чат-боты Автоворонки И так далее Я умею Это все покупать Потому что У меня есть деньги А деньги у меня есть Потому что Я работала Так как мне удобно И собирала людей И собирала команду Собирала структуру И проводила Вебинары На эту тему Которую я умею И когда моя структура И команда Оказались Очень разными Понимаете Разными Вот что я сейчас Хочу до вас донести Да Тут есть и 3 И 6 И 9 Процентов Но Допустим Марина и Андрей Пойловы Это любят Ириша Перемечева Любит Телеграм Да То есть Кто-то еще там Любит продвигаться Этими же автоворонками Кто-то любит Сидеть на рекламе Кто-то любит Ситуационный нетворкинг Да То бишь спам Я как всегда говорю Да Всегда спамить плохо Да кто сказал Что спамить плохо Мне каждую Каждый день В личку прилетает По куче Различных сообщений Зовут и в пирамиды И еще в какую чушь И в хорошей Сетевые компании Зовут Да То есть И в оберлик Меня зовут Да Люди не смотрят Кого они зовут Меня когда приглашают В оберлик Я посылаю улыбку Всегда Понимаете И люди растут Таким образом Почему Потому что Когда новичок приходит Вообще На любую систему роста Когда новичок приходит Он Что видит Что мы видим Вернее Да То есть Мы ему предлагаем Несколько способов роста Но когда он говорит Я не хочу бренд Я не хочу спам Я не хочу рекламу Я не хочу оффлайн Мы ему говорим Что больше вариантов нет У нас все исчерпано Что-то нужно выбирать Для того Чтобы зарабатывать Такие же чеки Как у них А вот Про чеки Как у них Мне бы хотелось Вам предложить Те кто Не сильно далеко Кто-то позвонил Те кто не сильно далеко Живут Приезжайте Пожалуйста В Юж Калалу Я не знаю Антон Скинь пожалуйста Вот это целое Объявление Помоги Мне что-то его Не подготовила За надлежащим Качественным контентом Вот это я вам Серьезно говорю Приезжайте на форумы Фотографируйтесь Сами с чеком Фотографируйте Людей с чеком Пожалуйста Делайте Надлежащий контент Надлежащего качества Чтобы к вам Пошли люди У вас должно быть Доказательство бренда Я тоже купила Встретимся Елена Того что вы Действительно в теме Вы и оффлайн И онлайн Вы все умеете Вот и все И да Вот огромное спасибо Я не знаю Сколько осталось билетов Как бы это ВВР Далеко лететь Да Отдаешь кололы Очень многим Но те у кого Есть возможность Почему бы нет Почему бы не приехать И не поделать контент В своих регионах Обязательно Пожалуйста Я вас очень прошу Если вы хотите Действительно Хорошо расти Ездите на все мероприятия Не важно Едет ли ваша команда Не важно Едет ли ваш наставник Это все не важно Вы у себя одни И вы продвигаете Себя Свое лицо Свое Свою любимую Дорогую компанию Свою команду И это нужно Только вам И только для вас Понимаете Вот По поводу продаж В интернете Мы с вами поняли Что каждый продает Все что угодно Мне в личку прилетает Очень много предложений Купи у меня Автоворонку Если надоело работать Ребят Вот я Подтверждаю Слова всех Ребят Те кто перед нами Выступал Самое главное Это надлежащий Качественный контент Это во-первых Это эстетика Когда вы Приятный человеку Просто приятный Просто с вами Интересно пообщаться Когда вы не нудны Просто не нудны И разговариваете С людьми Спокойно Хорошо Действительно Доброжелательно Самое главное Сейчас Вот это Потому что Очень многие Создавая Огромное количество Час ботов Запуская рекламу И так далее Забывают Что такое Человечность Что такое Упаковка И что такое Вообще Чувства Человеческие Понимаете И когда Мы сталкиваемся С новичком У него что-то Не получается У нас все равно Идут индивидуальные Сезоны Индивидуальные Звонки Индивидуальная Работа С каждым Лидером Индивидуальная Работа С каждой Группой Лидеров Вот это Услышьте Пожалуйста Хоть 100 чат-ботов Заведите Это Холодное Все Ну Холоднющее Как я называю Да То есть Да У меня Много Этих Ботов И в Телеграме Есть И Сендлер Вконтакте Мы запускали Да И обучающий Бот Вот мы сейчас Разрабатываем Да Но я вам могу Сказать Что У меня Допустим Директора Где-то Вот с уровня Рубиного Директора Рубина Мы с мужем Открыли За год Я могу Сказать Что Они Сами Начали Определять Что им Нравится И Сами Начали Этому Обучать И мы Просто Это Обучение Все Объединяли В одно Целое К нам Приходят С вами В команду Разные Люди Но мы Начинаем С того Что мы Умеем Сами И мы Вырастаем На том Что мы Умеем Сами И потом Когда Наш с вами Лидеры Встают На ноги Получается Такая Как вам Даже Сказать Синергия Что ли Люди Которые Умеют Объединяться Люди Которые Умеют Доверять И идти За своими Наставниками Ну Наставники Тоже Разные Бывают У некоторых Что попало На уме Я такого В жизни Встречала Ого-го Но Я доверяла Всегда Своей структуре И команде И я вам могу Сказать Что У нас было И сейчас Есть Да Там 300-400 Директоров Глубину Мне точно Уже не сосчитать Это Компания Фаберли Когда меня На сцену Объявляла Я узнала Сколько У меня Директоров И я вроде Как со всеми И не знакома Но Из нашего Проекта Из нашей Команды Из-за того Что у нас Есть сплоченность Есть взаимовыручка Сплоченность И взаимовыручка Обратите внимание На это Я на этом хочу Очень подробно Остановиться Сплоченность И взаимовыручка Никогда Один человек Прет Весь в поту И весь устал И ведь Не может Да То есть Когда ему Там некогда Погулять Детей поцеловать Покушать Приготовить А когда Все вместе Каждый по чуть-чуть Никто не устал Но каждый Проводит Допустим Вот мы Объединяемся На марафон Да Вот мы Объединились И вы посмотрите Какие мы все разные Да И семья Пойловых И Света И Ирина Мы все разные Но я Допустим Так подробно Телеграм не знаю И я не понимаю А зачем мне это надо Но Ирина Например По лидерскому Сопровождению Тоже Не все Всегда знает Да То есть И мы с ней Меняемся Ирина провела Вебинар По допустим Сопровождению Ой По Телеграмму Я допустим По сопровождению И люди обучены Всецело Услышали И когда каждый По чуть-чуть И никто не устал И все кайфуем Вместе ездим И отдыхать Вместе организовываем Работаем Все получается Быстро Классно Вот это для меня Самый лучший кайф То есть Человек Который В статусе Драгоценного Директора Хочет стать Да Если он еще Не в статусе Драгоценного Директора А хочет стать Он должен быть Инициативен Тепл И дружелюбен В первую очередь Никакие Чат-боты Если у человека Нет дружелюбности И инициативы Не помогут Я вам это серьезно говорю Человечность Прежде всего Поэтому Первое Это человечность Второе Это надлежащий контент Поэтому Приезжайте Вот Я не знаю Может еще где-то Форумы проходят Но Я только знаю Форум своего региона Извините Да Потому что У нас нет Никакого чата Где все бы Допустим Региональные директора Писали бы Объявления Об этих форумах Я очень давно У компании прошу Чтобы Был такой чат Где Действительно Нет Это не только для ВВР Это для всего мира Фаберлик Я свои форумы Тоже всегда провожу Для всего мира Фаберлик Вот Не только для своих людей Неправда У нас даже На закрытую встречу С нашей структурой Команды Приходили двое девчонок Мы хотим научиться Делать Как ты Я говорю Приходи Они купили билетик И все И сидели с нами У нас нет такого Что вот там Только 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 Для своих Только закрытые Вот Я считаю Что чем больше бюджет Тем больше Всего самого лучшего Может с нами Произойти Например Да Ну Это такая тайна Да Это такой секрет Можно так сказать Но когда вот я Например Оганизую мероприятие Да Я смотрю там О плюс 10 билетов Значит можно Салютом людей побаловать О там еще плюс 10 билетов Значит можно танцы нанять Еще что-то нанять Понимаете Поэтому у меня Я ее чувствую И мне это не нравится Я хочу вас распутать Дорогие мои Итак Первый Вопрос Это Раиля Задала Или Раиля Извините Да Интересует рекламное Продвижение Какую рекламную площадку Использовать Ребят Вот тут я вам могу сказать Что есть два вида рекламы Сейчас я вам этот текст Тоже скину Не переживайте Все вышлю Первое Это контекстная реклама Да То есть это Яндекс Директ Поиск Яндекса Без креатива Без всего То есть просто Вот контекстная реклама Хотя там тоже можно Делать креативы Но не обязательно То есть мы на ней С Антоном Сейчас замечательно растем Вот мы тут Подбивали итог По-моему 1200 Да Регистрации За три каталога У нас есть просто рейтинги И мы их можем увидеть Да Вот Дальше значит MyTarget Это поиск Майл Это все Что относится К корпорации Майл Одноклассники Вконтакте И так далее Видели да Вы сидите в одноклассниках А у вас сбоку Регистрация Фаберлик Вот это оно Это оно Вот Ну тоже Штука действенная Штука прикольная Вот Для России В принципе К сожалению Контекстная реклама Все У нас есть в структуре Очень много людей Казахи Да То есть Таджики И так далее Они Ребята Они конечно Еще запускают Гугл рекламу Антон тоже консультирует По этому вопросу Их Но они уже Консультируют нас Потому что у нас Особого доступа нет Они уже далеко ушли В этом во всем Понимаете Есть Мы запускаться не можем Потому что Заблокированы платежи Ну да То есть уже Они нас могут Обучать лучше Чем мы Потому что Они кладут деньги И так далее Но Тут тоже Можно сказать Что много девчонок Из моей структуры Команды Например Со своей Внизу Да У них есть лидер У них в команде И этот лидер Говорит Хочу рекламу Да То есть Вот у нас Например Есть лидеры Которые собирают Допустим По тысяче рублей Со ста человек И запускают Таргет В Инстаграм Через Лидера с Беларуси К примеру Или через лидера В Казахстане Это все можно Это все можно Обойти Вообще никаких проблем Нет Можно заморочиться Дальше Второй вид рекламы Это таргетированная реклама То есть Контекстная Есть А есть таргетированная реклама Таргет реклама Она идет в социальных сетях В К реклама Рекламный кабинет В одноклассниках Вот Яндекс Директ Это рекламные сети Да Сайты Социальные сети С которым подписан Договор на рекламу То есть Вот это нужно Обязательно понимать Да Яндекс Директ Он еще Да Понимаете Да Бывает таргет Бывает контекст Например Да Приведу пример Таргетированной рекламы В К Можно продвинуть страницу В ВКонтакте С полностью целиком Страницу можно продвигать А можно продвигать Полностью группу целиком Да То есть Это таргет Например Отдельный какой-то пост Со своей страницы В ВКонтакте Или со своей группой В ВКонтакте Это тоже таргетированная реклама Вы написали пост Вы провели вебинар Вы там выложили ролик Какой-то крутой От компании Фаберлик Да Или свой какой-то Крутой ролик Да То есть Вам хочется Чтобы на этот ролик К вам пришли люди И у вас регистрировались Поняли Да Вы его нажимаете Продвинуть Вот Ну конечно Выбирать целевую аудиторию Я вам честно скажу Я ее особо не выбираю В ВКонтакте Целевую аудиторию Почему Я считаю Что все для Фаберлик Но Фаберлик для всех Но не все могут работать Да То есть И некоторые люди Просто остаются покупателями Вот так Вам отвечу на этот вопрос Вот Что я выбираю Я выбираю с 20 до 50 лет Обязательно Потому что Этой аудитории Очень легко Пользоваться онлайн ресурсами Они все понимают Все умеют И кстати Что я заметила Это мое личное наблюдение За 9-летнюю практику онлайна Девчонки 20-25 лет Очень плохо понимают интернет Им тяжело Они Им сложно разобраться А вот люди Уже за 35 За 40 Действительно Могут многое в интернете Им это дается Легко Хорошо И классно Я не знаю С чем это связано Но чем моложе человек Тем хуже он владеет Интернетом И когда мне говорят Что там Мне 50 лет Мне уже поздно Ну я как бы смеюсь Потому что статистика Говорит Абсолютно о другом Я не понимаю Почему Так происходит Вот На все вопросы Я отвечу позже Да Опыт владения интернетом Скорее всего так Поэтому Какую рекламную площадку Использовать Это только вам Решать Да То есть Если вы много говорите Как я Много проводите Вебинаров Эфиров Марафонов Все такое Прочее Если у вас Бренд Прямо Прямо Не знаете Как разместить Су информацию Вот у меня Выходит 2 поста в день И по 15-20 Сторис денег Я не могу Себя заткнуть Я не успеваю Все выложить Я очень многое Не выкладываю Потому что Уже некуда засунуть Понимаете Да То конечно Таргетированная реклама Там продвижение группы Отлично сработает Отлично сработает Ну смотря Тоже что Выкладывать Мы с вами Помним Да Шуршащие пакеты Шабаршашные Как мы любим Называть Да Мы с вами Помним Желтый свет Мы с вами Помним Все Да То есть качество Эстетика Эстетика Это самое важное Ну и Второй вопрос Прежде чем Передать слово Антону От Марии Значит Здравствуйте Я конечно понимаю Что это наглость С моей стороны Забегу немножко Вперед Это не наглость С вашей стороны Это не знание Принципов рекламы Вот поэтому Вы это и просите В принципе Да То есть вы просто Не знаете Принципов рекламы И вам кажется Что Набрав Всего Отовсюду У вас что-то Получится На самом деле Обучаться надо Но своей головой Тоже думать надо Вот так я вам отвечу Почему Потому что Тут Какой запрос Да Мне бы хотелось Услышать Наброски Ключевых фраз При запуске Рекламы Вот При запуске Рекламы В Яндексе На разные Направления Для поиска Своей целевой Аудитории Для Привлечения Новичков Для привлечения Бизнес-партнеров По этой части Хотелось бы Более подробной Насколько Конечно Вы готовы Ими делиться Да Прямо Ну очень такой Текст Я могу сказать Что да Этот текст Действительно Меня если честно Тригернул Почему Потому что Честно сказать Когда Вы Подбираете Годами Фразы По свою Аудиторию Ключевые слова И так далее Они могут Не сработать Вообще у другого Даже если Мы вам отдадим Свои ключевые слова Где у вас денег Столько на бюджет Сколько мы вливаем Да Вы должны понимать Мы под свой бюджет Вливаем Если сейчас Да В чате 80 участников И все они Возьмут наши Ключевые слова Мы создадим Друг другу Конкуренцию Вот почему я говорю Что это не наглость А непонимание Мы создадим Друг друг другу Конкуренцию И одна регистрация Дай бог Будет полторы тысячи Рублей стоить Это нельзя Ваши слова Должны быть Вашими словами Вот это нужно Обязательно понимать То что Вообще реклама Яндекс Директ Да Это реклама Где вы Как аукцион Да То есть Это сравнимо С тем Что Вы запускаете рекламу Еще кто-то запускает рекламу Еще кто-то запускает рекламу И все запускают рекламу На одну цель Чтобы к вам пришел Или покупатель Или бизнес-партнер Поняли То есть И чем больше людей Запускает Контекстную рекламу Тем дороже Регистрация Получается Но Из-за того Что у людей Разные Ключевые слова У всех Получается Плавненько И не так дорого Вот это Очень важно Понимать Один в один Ключевые слова Нельзя давать Ни в коем Мере Ни в коем разе Пожалуйста Это услышьте Никогда Ни у кого Не берите Ключевые слова Стоп-слова Можно взять Ключевые слова Ни в коем случае Не забрать Почему Потому что Вы просто Я не знаю Кредит что-ли будете брать На то Чтобы запустить рекламу То есть Она у вас не зайдет Ваши ключики Должны быть Вашими ключиками Вот Ну что ж Приглашаю всех Обязательно В Яшкалалу Не забывайте Так Аня Я не поняла Как добавить Фото на картинку Маркетинг План Картинку Картинку Создавала Моя дочь Я ПНЖ Высылала Вставляете Просто Хотя бы В поворпоинт И на задний фон Вставляете себя Скорее Опыт владения Мне 65 И я Не очень Люблю себя Снимать И я Не очень Люблю себя Снимать А что Не так Ну Я не знаю Что Что может быть Не так Вот Будет Мне 65 Расскажу Может Я тоже Не буду Любить Я не знаю Честно Вам скажу Дело Не в этом Дело В том Что люди Боятся Камеры И Когда Придумывают Отмазки Ну Не то Что Отмазки Отмазки Это все Человек Не знает Ради чего И для чего Ему это надо И поэтому У него Идут Обмазки В голове Я Скажу Что Нет Привычки К этому То есть Когда человек Привычки К этому Просто Кому-то Проще Глаза В глаза То есть Да Мне проще Например Выйти на Вебинар Провести Вебинар Час Чем Взять Телефон И Отснять Себя На Стоис Мне Намного Проще Провести Вебинар Отлично Снимать Я снимаю Но Мне Проще Реально Вебинар Провести Так Дальше Значит Ну Это тебе Проще Ты же Мужчина У вас Там Немножко Другое Мышление В голове Вот Дальше Значит Говорят Я Неоднократно Запускала Рекламу Последние Разы После Исправления Ошибок Результат Был Небольшой Тут еще Что нужно Понимать Если Запускали Какую Рекламу Мы Не Знаем Мне Не Сказали Какую Рекламу Люди Запускают А ее Много Видов Как вы Поняли Тут Нужно Понимать Вообще Если Допустим Это Яндекс Директ То нужно Понимать Статистику Каждый Пятый Шестой Если Делает Заказ Это Хорошо Это Вам Офлайн Он Легче И проще Онлайн Он Другой Он Пожестче Он Похолоднее К вам Приходят Люди Неизвестно Какие В каком Состоянии Я извиняюсь Но У нас Даже в Новогодние С праздники Статистика Похуже Почему Потому Что Много Пьяных Людей Регистрируется Вот вам Пожалуйста А потом Забывай Что они Зарегистрировались Ну Вот Что ты Сделаешь Вот Поэтому Как бы Очень часто В праздники Есть такие Состояния У людей Когда Им нравится С собой Не владеть И ходить На веселье Да То есть И Вообще В определенные Дни Тоже такое Бывает Да То есть Не только В праздники Но Жесткая Статистика Говорит О том Что Если вы Если у вас Идут регистрации Да С Яндекса То Вам Понимать Каждый Пятый Это Уже Мега Вау Это Не просто Нормально Это Мега Вау Это Такая Статистика Услышьте Пожалуйста Вот То же самое В интернете Да Когда Девочки Путем Путем Написания Личных Сообщений Да Там Конечно Очень много Да Ну То бишь Спам Очень много Зависит от этого Да От Оформления Страницы Что у вас На странице Люди Заходят Смотрят Хотят Они к вам Или нет Да Там напрямую Зависит Яндекс Директ Он не такой Там Не зависит Ни от чего Понимаете Кроме того Что К вам Пришел Человек И Он Должен Сделать Заказ И вот Вы ему Отписываетесь Еще Очень Большую роль Играет Мгновенная Отработка Людей После Регистрации Причем Когда мы Начали Писать Голосовые Сообщения Отрабатывать Людей Они Вообще Нам не отвечали И заказы Не делали Текстом Им нравится Наглый звонок Здравствуйте Я ваш Да То есть Консультант По красоте Это тоже Минус В рост Оказывается Да То есть Они Не Хотят То есть Я могу Написать Свой сотовый В приветственном Сообщении Сказать Если что Звоните И есть Такие Кому Хочется Позвонить Но Их На сотню Ну Максимум Один Человек И то Наверное На полторы сотни Один Человек Вот Люди Любят Текст И любят Чтобы Им было Удобно И они Когда захотят Прочитают И когда Захотят Заказ Это Это Важно Это микрофон Что ли Включил Антон Ты Вот Поэтому Тут Обязательно Нужно Понимать Статистику Вы Понимаете Вы Сейчас Просите Уже Вебинар Не в рамках Марафона Да Провести А просите Провести Глобальное Обучение Из 10-15 Вебинаров По всему Тому Что мы Понимаем Это нереально Да То есть Сделать За полчаса Но я думаю Что я вам Рассказала И сейчас Если На чей-то Вопрос Я не Ответила Пожалуйста Продублируйте Мне Очень вас Прошу Продублировать Вопрос И я На них Отвечу И передам Уже Слово Мужу Он Очень Много Хочет Вам Рассказать По рекламе Ну а что Камеры Боятся Она вас Укусит Ну нет Серьезно Вас Ну кто Вас Укусит Хейтеры Вас Укусит Вы хейтеров Боитесь Вы не камеры Боитесь Камеры Бесполезно Бояться Ну что Это За точечка Вот она Эта точечка Чего Бояться У вас Боязнь Того Что Вас Увидят Вас Осудят И скажут Фу Би-би-би Там она Говорит Неправильно Там у нее Там нос Кривой Или там Еще что Нибудь То есть Я все это Уже Пережила И говорю Я неправильно Да То есть И черты Лицо у меня не идеальное И весовая категория В модельный бизнес Не вписываются И в балерины Тоже Можно так сказать Но Девчонки Тут Вот Один к вам вопрос Вот Ответьте мне на него Пожалуйста Каждый Кто боится Реально снимать Просто Вот сейчас Закройте глаза Обязательно Пожалуйста И Представьте Любого Или вспомните Да Кто был на форумах Людей Которые Получали На сцене Чеки А Вы помните Их чеки Или вы помните Их Объемы Не объемы Носы Не носы Морщины Не морщины Что вы там Придумываете Да То есть Что вы помните Любой может стать Любым В любом возрасте А Когда вот У Антона Свекровь Ей было 60 лет По-моему Да Антона Она к нам Переехала 63 года Не помню Ну где-то так Мы строили дом Мы подарили дом Сукрови Целый Двухэтажный В ее деревне Да И Я вам могу Сказать одно Очень Чеки Да 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 Вспомните В каком я была Платье на сцене На последней ассамблее Кому это надо Скажите Вот И мама сказала Я уже старенькая У меня сахарный диабет Мне пора умирать И знаете Ну вот это все Что вот Люди любят Себя жалеть Очень сильно И жалеть Равно жалить И когда люди На постоянной основе Себя жалят 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 Они становятся Просто нытиками И С завистью Смотрят на тех Кто Просто не ноет А идет вперед Вот и все Понимаете И вот Я ей показала Ряд видео Где женщина В 70 лет Из-за того Что она не могла Ходить Из-за боли Девчонкам И скачет С ними наравне На минуточку Нет, Лена Вот Я помню А в каком я была Я сама не помню Ребят Вы понимаете Насколько все это Неважно Если перед вами Стоит успешный человек Вы понимаете Насколько неважно Какая разница Сколько сантиметров Когда вы меряете Свою попу Или там еще что-то Я просто уже Понимаете Столько хейтеров Насмотрелось У меня в блоке Более полторы тысячи людей И я вижу Как вот эти вот Хейтеры Да То есть Влияют на судьбу Слабых людей Слабых Я еще раз повторюсь Почему Потому что Человек Который Просто зависит От мнения других людей Я не накрашена Я не пойду в сторис Что у вас такого На лице Что вы не накрасились И в сторис Не можете пойти Я каждый день Выкладываю сторис Я очень редко Делаю макияж Я макияж делаю Ну раз в неделю Максимум На какие-то мероприятия Я хожу дома Не накрашена Я себя наоборот Люблю Понимаете Я себя обожаю Мне не надо краситься Чтобы меня любили Мои дети Чтобы меня любила Моя аудитория У меня должны быть Мозгни знания А не внешность Понимаете Ну покажите мне Хоть одного лидера Который супер Мега красив Но у него пусто В голове Вообще пусто Ноль И он успешен Вот и все Просто задумайтесь Понимаете Кто мои сторисы Смотрит Ну вот подтвердите Я очень часто выхожу Просто без макияжа Просто сделала Хвостик сзади Просто села Просто поболтала У меня У меня настроение такое И я это делаю Но я слежу за тем Чтоб не было бардака В камере Еще что-то То есть это очень важно Наталья Я вам честно скажу Ну обратитесь тогда К психиатру К психологу Может быть успокоительное Что-то вам попить Потому что Когда вы вот так Себя все время Жалите 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 Ваши проблемы Прорабатывают Вы тут же придумываете Другую Чтоб себя ужалить Потом вы придумываете Третью Чтоб себя ужалить Я не знаю Для чего Я не знаю Правда У меня свекровь 65 лет Она снимала Со мной Все обзоры Одежды Она ни разу Не сказала Не снимай меня Там Я там Не знаю Старая У меня там Волосы отросли Я там Не накрашенная Не снимай меня Она одевала Кофточку Любимый цвет Малиновый И все что мне приходило Малиновое Я это не очень люблю Она как раз Любит Бордово Малиновое Вот эти все цвета И она все это Снимала Забирала себе Еще смеялась Все говорит Я отработала Смеялись Просто Прикалывались Все говорит Кроссовки отработаны Аня Я их забираю себе Я их рубили конечно То есть мы Таким вот образом Смеялись Я вам честно скажу Я не понимаю Это в каждом Человеке Как вам даже сказать В каждом человеке Есть Какие-то свои блоки Затыки Которые нужно вам Дорогая моя Решить Иначе Вот так И вся жизнь пройдет И что будет И ничего не будет Вот Реанимация прошла успешно Прекратите себя жалить Просто подходите к зеркалу И смотрите И говорите себе Каждый день комплимент У меня красивые глаза У меня хорошо поставленная речь Что вам нравится У меня красивое платье У меня густые там Например волосы У меня вот не густые Ну что теперь делать Ну какая есть Не знаю Это просто все Вот знаете Страх хейтерства Это вот Блогеры Люди Которые Которые Всегда Всегда говорят Меня не трогают Хейтеры И так далее Нет Извините меня Я сейчас Очень некрасиво скажу Но Все какахи Я сразу Отправляю В бан Вам это На год было Вот прийти Тут извините меня Насрать Вот идите Смотрите на другие страницы Кто на вас ведется Я У меня тут Бизнес У меня тут Продукт У меня тут Моя жизнь И мне не надо Никого такого Вот в свою жизнь Пускать И все Я не хочу Говорят что хейтеры Поднимают охваты Я не хочу хейтеров Я не хочу Чтобы они мне Поднимали охваты Вот я серьезно Вам говорю Кинули какаху В бану Летели Все Ваши проблемы Вы чем кидаетесь То и получаете Все Мне какахи В мой огород Не нужны Я хочу цветочки Все Понимаете Вот если так думать И вот так себя вести То у вас все действительно Будет намного лучше Конечно из-за первых хейтеров Я очень ревела И переживала И Но Буквально год прошел Мне стало наплевать Просто вот Когда за год Открываешь Убийную директора И тебе пишут Там фу Деревня Там речь плохая Там куда ты лезешь Знаешь Вот это все Вот эту ерунду Да Я так сижу и думаю А вы где интересны А я-то тут А я-то 200 тысяч Зарабатываю А ты интересно Сколько зарабатываешь Тебе интересно За хейтинг платят Вот Да То есть И люди Которые тратят жизнь На других людей Чтобы Самоутвердиться За их счет Да Быть выше Да То есть Они кого-то опустили Все Они выкарабкались Они стали выше Да Это Это очень Мега сильно Люди Такие Вот Как сказать Слабые Да нельзя Что Их можно Пожалеть То есть Если вам будет жалко И вы будете жалить Тех Кому вас Кому вас жалко Да Ну поняли Да То есть Просто Раз Вам жалко Этого человека Ужальте баном Все И у вас все будет Отлично Вот серьезно Ну все Всех Поздравляю С окончанием Марафона Передаю слово Антону Говорить я могу Бесконечно Подписывайтесь На мой телеграм канал Приходите на мои Прямые эфиры Смотрите Что я делаю Общайтесь со мной Там Я не против Нисколько Вот Всем пока Пока Я чуть не вышла Не заверши Прямой эфир Так По поводу вопросов Смотрите Понимание Здесь реклама То есть По поводу Если вы запускаете Например Реферальная ссылка На сайт По рекламе То можно Я видел Официальная ссылка Фабиблик Реферальная Можно ее запускать В рекламу Она все проходит Все хорошо То есть Но лучше конечно Свои сайты иметь Они лучше идут Почему Потому что На бракотестной рекламе Есть такое понятие Конкуренция по домену То есть Если у вас свой домен То конкуренция пониже И Вот как раз Последний вопрос Который Аня Зачитывала Мы даже Со своей командой Не делимся То есть Здесь могут У нас есть люди Директора Лидеры Которые Пришли Этот марафон Из 80 участников И они сейчас Здесь присутствуют И они могут сказать Что мы не делимся Ни ключевыми словами Ни настройками Ни реклама Ни креатива Ни Креатива Это картинка Для Таргетинга Почему Потому что Каждый человек Должен научиться Создавать сам Почему Ну Если мы будем Возьмем Контекстную рекламу Ключевое слово Если мы будем Рекламироваться По одним и тем же Ключевое слово Как я Аня говорила Это будет Будет тот получать Клики И регистрация Кукло Клик Поставлен больше То есть Соответственно На него Будет просто Показываться Все Но Вот такого человека Регистрация Будет выходить Очень дорого Это во первых Второе Возьмем Настроек Рекламных К примеру Даже Это уже Таргетинга И вот То что мы Показывали Ключевые слова Для Телеграм Канала Да Почему мы Ими не делимся То есть Если сейчас Например Наша вся команда Этими настройками Будет По этим словам Рекламироваться Это во первых Вы начнете Рекламироваться Еще потом Ваши команды Начнут рекламироваться Николая Не будет результата Поэтому Здесь Нужно Самостоятельно Подавать Свои Ключевые слова Свою Аудиторию Это Очень важно Если вы Найдете Свои ключевые слова И свою аудиторию С которой вам Будет комфортно Работать И на которой У вас Будет результат Если Вы Будете Пользоваться Чим-то Ни у кого Не будет результата Как нельзя Пользоваться Чужими Креативами И креативами Из интернета Услышьте Одно Реклама Пусть У нас Если присутствуют Здесь страны Пусть То Мезиограмм Инстаграм Это Пусть Это Вконтакте Там Хоть Одноклассники Рекламные Компании Не любят Плагиатов Если Одинаковые Картинки Находятся В рекламе Хотя бы На двух Аккаунтах Реклама Уже Сто процентов Не идет То есть Если Пусть Хоть какая Картинка Будет Супер Пупер С выгодным Предложением Даже если Вы Возьмите 10 картинок Создайте Была Акция На 1000 Рублей И регистрации Было Много С помощью Рекламы Если Будут Пользоваться Одними И теми Же Картинками При этой Акции Много Людей Ни у кого Не будет Результата Потому Что Реклама Сети Реклама Этого Не любит По поводу Маркировки Постов С личных Страниц Групп Все зависит От того Во первых Если там Призыв к действию Если там Ссылка В этом посте Если есть Реферальная ссылка Этот пост Маркировать Нужно То есть Если их нету Вы делаете Пост Информационный И его Подвигаете Делаете рекламу Вконтакте Там Одноклассники Там посложнее Будет То Вернее Там вообще Бизнес Не пропускают Давайте Правде В глаза В этом Информационный Пост В принципе О бизнесе Пропускают Здесь Нужно Понимать Для чего Вы это Делаете Как Говорили В самом Начале То есть Для чего Этот пост Если Чтобы К вам Пришли То Вы такие Посты Должны Писать На постоянной Основе Почему Потому что На вас Подпишутся И добавятся Друзья Смотря какая Социальная Сеть И они Будут За вами Следить И здесь Когда вы Переводите Вот Даже Телеграм Канал Давайте Возьмем Телеграм Канал Это Как Ваша Личная Страничка Которую Вы Видете То же Самое Вконтакте То же Самая Группа Вконтакте То же Самое Если Кто-то С других Стар В Инстаграме Видет Запускать На личный Бренд Вы На постоянной Основе Должны Вести Там Посты С таким Же Контентом Полезным То есть Нужно Быть Полезным Интересным Людям Вашей Целевой Аудитории То есть По поводу Если Пост Информационный И там Нету Призов Действию И Ссылки То его Маркировать Не нужно Прежде всего Поймите Одно Маркировка Она касается Не рекламы Она касается Именно Постов Но если Вы Подвигаете Пост Вы же Все равно Делаете Пост На своей Личной Странице То есть Это Очень Важно Посмотрите Если вы Делаете Пост На своей Личной Странице И он Ссылкой Призовом Действия Маркировать Нужно То есть Даже Если Вы С Намерением То Что Вы Будете Запускать В рекламу Где Есть Автоматическая Маркировка Дело Это Другое Когда Вы Запускаете Какую-то Рекламу В Самом Рекламной Комбинете Вы Вносите Там Текст А то На вашей Странице Никак Не Отображается Как Сказать Эта Реклама Отображается Уже В самой Рекламе И Так В А Если Поймите Одно Вот Еще раз Повторюсь Если По поводу Продвижения Постов Что В группах Вконтакте Что В группах На Личной Странице Вернее В Одноклассниках Если Вы Делаете Пост На Своей Личной Странице Оттуда Начинаете Нажимаете Кнопку Продвигать И у Вас Там Есть Ссылка Или Призыв К Действию Его Нужно Маркировать Если Вы Не Продвигаете Пост А просто Делаете В самом Рекламной Кабинете Креативу Текст К этой Креативе То Там Всегда Прошу Вконтакте Есть Строчка Точно Не Помню Типа Рекламодатель Типа Вот Такого Слова Уже Не Помню Как Называется Сейчас Давайте Зайду Посмотрю Точно Скажу В Яндекс Директе Есть Тоже Там Без Настроек Не Дают Так Кто Микрофон Включил Так Здесь Называется Данные Рекламодателя То есть Туда Нужно Вносить Если Вы Вот В Сумом Личном Кабинете Это Нужно Делать Вот В Яндекс Директе Это Вносите То есть Он Автоматически Маркируется Если Вы В Кабинете Когда Насляете Рекламную Кампанию Вносите Текст Картинку В рекламном Кабинете И на своей Личной Странице Услышьте Меня То В рекламном Кабинете То Автоматически Маркируется Потому что Выставляете Данные Рекламодателя И оно Маркируется Если Вы Просто Наставляете В Своей Социальной Сети Вот Здесь Нужно Понимать То Что Если Ссылка Если Призов Действию Вот От Этого Уже Маркировку И Делать Так По Какие Еще Укосы Были Вот Еще Хотел Сказать По Поводу Результатов Даже Аудитория Когда Вы Настроите Я Насчет Наполнения Вашего Вас Должен Посты Выходить Каждый День То есть Почему Потому что Люди Подписываются Если На этом Канале Нет Движухи Люди Просто Там Или Забывают Про этот Канал Или Отписываются Потому что Ничего Интересного Они Посмотрели Все Посты А потом Ждут 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 И Все Ничего Человек Не Пишет Значит Здесь Нет Движухи Поэтому И Важность Наполнения Важно Наполнение Именно Как Оно Выглядит То есть Поэтому Мы Говорили Что Нужны Фотосессии Нужны Ролики Там Майкап Сделали Сняли Ролик То есть Если Он Какой-то Идет Продающий Что Какой-то Даете Важную Информацию В Стоисах Вы можете Выходить Любыми Не на кашами А вот На личном Гленде В постах Вы должны Быть красивыми То есть Для этого Выходите На фотосессии И это Обязательно Нужно Делать Почему Потому что Например В телеграме Я вам Показывал Уже Продвигать Там Продвигают Именно Посты В Телеграме Выбираем Несколько Постов Которые Будут Рекламироваться И они Должны Быть Качественными Красивыми Визуально Чтобы Люди Хотели Подписываться Так Я сейчас Посмотрю Еще Вверху На селе Вопросы Ответил Так Здесь Маркировку Я ответил По Страницу Я ответил Да Смотреть В страницу Там Нужно Еще Выполнить Несколько Аутентификацию Поставить И подтвердить Профиль То есть Для того Чтобы Можно было Рекламировать Именно Страницу В Свою Человек Осталось То есть Я могу Сказать Это нормально Почему Потому что Может кто-то Слышал Такой закон Паретто То что 20% Усилий Дает Результат То есть Здесь Получилось То что Например 2000 Зашло 20% Это 400 400 человек Я так понимаю Хоть что-то Начали делать То есть Снимать Какие-то посты Но не дошли До конца Из 400 Процентов О Вернее Из 420 Процентов Это 80 Человек Которые Дошли Вот до этого Чата Которые Выполнили Все условия Всегда Есть закон Про это И смотрите Если каждый пятый Новичок У вас Оформляет Заказ Это хорошо Если больше Это супер Так В рекламу Пропускаются Ссылки Я это уже Говорю В рекламу Пропускаются Ссылки С официального Сайта Все хорошо Но лучше Иметь Все-таки Свой домен И свой сайт Пусть вручную Проводить Регистрации Но это Исключит Конкуренцию По домену То есть Если все Будут Пользоваться Реферальной Ссылкой Faberlic.com Ну вот Давайте Я сейчас Ненадолго Включу Тресляцию Просто Зайдем В поисковик И напишем Просто Faberlic Котовок Давайте Что такое Конкуренция По домену Покажу Заходим Так Смотрите Здесь У нас Получатся Четыре рекламы Вот реклама 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 Faberlic Терамик 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 Один домен Здесь Опять Другой Домен Здесь Следующий Домен Это Кстати Наш И вот Faberlic Точко Ком Тоже Кто-то На официальную Ссылку Рекламируется Четвертый Домен То есть Если Все Будут Рекламируются На Faberlic Точко Ком Будет Только Одна Запись Это Я вам Показываю Что Такое Конкуренция По Домену Поэтому Лучше Как бы Иметь Свой Домен Так Ну Все Я Так Пвижу Что Вопросов Нет Я Жду Если У кого-то Еще Есть Вопросы Вопросы Отойдете Я Увидела Что Я Пропустила Ответ Что Лидер Статусе Серебра И Не Может Находить Людей Структуру Команду К Нему Никто Не Приходит Ну Это Смотря Где На земле Тоже Ко мне Особо Никто Не Приходит Да Если В интернете То Нужно Смотреть За Качеством Контента И Вообще За Всем Контентом Который У вас Выходит Чтобы Он Был Интересным Чтобы Он Не Отталкивался Не Отталкивал От вас Аудиторию Обязательно Используйте Рычаги Какой-то Немножечко Манипуляции Конечно Не НЛП Но Чтобы Человека Зацепляло Его Тригерило Он Хотел Так же Может Быть Вы Его Вначале И Там Где-то Взбесите Или Еще Что-то Но Это Самое Главное Что Должно У вас Быть Давайте Я Вам Сейчас Включу Свою Демонстрацию Экрана Так Два Часа У нас Идет Наша встреча Так Нажму Транслировать Экран Транслировать Экран Вот И Сейчас Мы С вами Зайдем Это Кстати Фотосессии С Нижнего Новгорода Мир Напоминалки Сейчас Мы Зайдем С вами На Страницу Вконтакте Мою И Увидим Вообще Очень Важно Чтобы Если Чтобы Вам Приходили Бизнес Партнеры Очень Важно Пост Закреп С вами А вас Да То есть Ссылки На Телеграм Канал Еще На Что То То есть Ссылки На Регистрацию Вот Как раз Таки В этом Закрепе Когда Вы Пройдете И вы Прочтете И посмотрите Внимательно Все ролики У кого Есть Такое Столько Много Терпения Вы Увидите В общем То С чего Все И Происходит Да То есть Этот Пост Сделал 17000 Ватт Как Вы Видите Вот Дальше Значит Что У меня Тут Есть Да То есть Допустим Я выгружаю Ролик Для чего Он мне нужен Да То есть Ролик С ассамблеей Фаберга Для чего Он мне нужен Сейчас Будут Рассказывать О том На сцене Как Вообще Какая Крутая Наша Компания Что У нас Есть Своя Там Да Наши Ароматы Занесли Да Там По-моему В какой-то Стране В общем Я это Особо Не помню Да То есть Но Вес Компании Этот ролик Прибавляет Вот Послушайте Прочувствуйте Гордость За компанию Да Кто Особенно На ассамблее Не был Он Это Откуда Узнает Да Вот Дальше Что я показываю Вчера Да В 7 вечера Я показала Новых лидеров Которые Открылись В проекте Фаберлик онлайн Это не все Моя структура И команда Это люди Моего наставника Да То есть Моего вышестоящего Наставника То есть Проект Даже если На данный момент Мои наставники Вместе работать Не могут Все равно Остался Один в один То есть Вместе Друг с другом И никуда Мы не делись Да То есть Друг к другу Мы всегда Друг друга Поддерживаем И наоборот Отношения наши Даже стали Более крепкими Да Вот Дальше Для чего этот пост Для того Чтобы Мы доказали Что у нас Растут люди Они у нас Зарабатывают Они Вот Пожалуйста Да То есть Вчера В 10 утра Я показывала Поздравления Получается Золотых Директоров Да Ну если сделать На весь экран То будет Очень хорошо видно Я показывала Поздравления Золотых Директоров Счастливых Людей С чеками Их объявляли Они стояли Такие на сцене И вот такие Би-би-би Да То есть То есть То есть Делайте Свои Би-би-би Всегда На странице Тут Я Показывала Выступление Закрытой встречи Да Вот Мария Ковалева Не даст соврать Вот буквально Я не знаю Прошла ли неделя Я выступала Это выступление У меня уже порезано Я его начала Выкладывать Да То есть Это шикарно Когда у вас Всегда есть контент Когда вы берете В руки микрофон Когда вы выступаете Потом себя по минуту Накрошите И все это дело Раскладываете Как все это прошивать Вот эти все цифры Буквы Как все это обрезать Я вам сама лично Сняла ролик И выслала Да На канал Вот То есть Дальше Для чего я это выложила Да То есть Если вы хотите Чтобы к вам шли люди Вы должны показывать успех А вы не должны показывать Неудачи Какие-то свои Да То есть Вы должны показывать Как вы решаете Неудачи Которые Равно Задачи Да То есть Маша Ковалева Меня тоже научила Когда я говорила У меня проблема Она говорит Нет У тебя не проблема У тебя задача И я это запомнила Раз и навсегда Да Что у меня нет проблем У меня есть задачи Которые нужно решить И на самом деле Оно сразу же Более-более позитивно Поэтому Тут я показываю Как я встречалась С девочками в Казани Да Светлана Гайстина Золотой директор Моей первой линии Вот И я показывала Какие же подарки Я делаю при встрече Директорам Это золото Да То есть Я и бриллианты дарю И все дарю Почему Тут я показывала Вообще Чем я пользовалась И свое честное мнение О продукте То есть Грубо говоря Контент набирается Просто вот С такой скоростью Да Все вы знаете Что Кто Ну не все Да Кто Мы месяц назад были в Эмиратах Мы контент по Эмиратам Вообще не стали выкладывать Просто вот Сторисы помелькали И все Просто некуда засунуть Понимаете Контент даже С Эмират Потому что бизнес Для меня Самое главное То есть Даже в роликах По продукту Вот и наша Света Нарольская Да Спикер Даже в ролике По продукту Я рассказывала Что вот Я вернулась С ассамблеи И вот Столько было Народу много Вы представляете Столько чеков Люди много получали И так далее Да Премий Бонусов Столько было выступлений И клип Нарезанный Да То есть Я выставляю Даже в свои Обзоры Вот Поэтому Мой вам совет Подпишитесь Хотя бы На 10 топовых лидеров И не забывайте Следить за ними И смотреть Что они делают Почему к ним Идут люди Пачками А к вам Люди пачками Не идут Вот только Поэтому Потому что Мы знаем Какой контент Дать Человеку Чтобы его Реально Ну Грубо говоря Триггернуло То есть Я после ассамблей Полетела в Эмираты Ну Как бы Нифига себе Согласны А что Зачем В Киров Заезжать Да То есть Все Мы полетели В Эмираты И слетали И когда Вот это все Показываешь Вот это все Упаковываешь Вот это все Рассказываешь Это и есть Триггеры Это и есть Настоящая Жизнь Но Жизнь Как вам даже сказать Поверхностная Нельзя никогда Открываться До того уровня До которого Вы не готовы Вы должны Постить только До того уровня До которого Вам нравится Да То есть Рассказывать Всю подноготнюю Господи Вот и Да Семья Пойловых Как я ими горжусь Никогда Себя не насилуйте Живите Любите Цветите Процветайте Только тогда Когда вам хочется И тогда Когда вам это Нравится Вот например Мне сегодня Захотелось Создать кучу контента А я его могу Выпачивать Потом целый месяц Разбавляясь Клипами С роликами Еще с чем-то Да Иногда приходится Синее платье Переодеть на красное платье Чтобы хотя бы Разные цвета платьев Были Чтобы я не в одном Платье была Но это такая мелочь Такая ерунда Вот Поэтому Я люблю Все делать Наперед Я люблю Все делать Пачками И смотрите С ассамблей Когда ассамблей Было Сколько времени Прошло Кто скажет Точно Ты умеешь Считать По-нормальному Вот Я до сих пор Выкладываю Ролики В перемешку С обзорами В перемешку С клипами От компании В перемешку Да С 20-го 10-го Представляете Сколько времени Прошло Уже 11-е Я до сих пор Еще у меня Есть контент А еще Я поеду Вешкалалу И там Мой секретарь Опять отснимет Массу контента И Опять я буду Это все Полгода Выкладывать Потому что Встреча Открытая Ну там Некому скрываться Понимаете Так как Страница Запущена Наша В таргет Так как Группа В контакте Наша Запущена В таргет Люди Заходят Смотрят Видят Тут деньги Читают Закреп А я их Там Приглашаю Зарабатывать Вот и все И они Сами решают Ко мне Прийти У меня Нет проблем Я не делаю Охваты Понимаете Вручную Там На земле Еще Как-то Я В начале Да Статус Партнер Я сделала На спаме Я очень много Приглашала Офлайн И онлайн Людей Огромное Количество Просто Я пачками Приглашала И по 10 По 12 Регистраций В день На бизнес У нас Было Это нужно Сделать Огромный Охват В интернете Чтобы 12 Регистраций На бизнес Было И Честно Вам скажу Глаза Закапало Глаз Размазался И честно Довольно Вот этим Всем Результатом И я хочу Больше Лучше Почему Потому что Ну я имею ввиду Лучше хочу Еще научиться Вести бренд Я еще не так Сильно Тригерю Людей Как Некоторые Лидеры Из моей Структуры И команды Им Просто Им просто Респект Некоторым Людям С проекта С нашего Я за ними Слежу И думаю Господи Ну какая Ты молодец Ты можешь Обернуть В красивую Обернку Даже то Чего нет Вот я пока Я пока Да То есть Врать не научилась Да То есть Некоторые Есть такие Что так Вывернуть Что просто Вау А на самом деле Все то же самое Что и у нас Но вот Вот это вот Эффект Вау Я конечно Так еще не умею Выворачивать Я вам скажу честно Может быть Ко мне еще Больше людей Пошло Но Основные Вот эти вот Все моменты Основные Вот эти вот Все понятия Когда Вы Выгружая Пост Например Что вы гуляете С собакой Подумайте Десять раз А какая польза Может это не надо В ленту Может это в сторис Надо Как вы думаете Сторис Он больше Такой домашний Больше такой Вот там Можно расслабиться Да И так далее Я в сторисах Очень много Выгружаю Того Чего в ленту У меня Не попадает Вообще В априори Да То есть У меня Все Как бы По-разному Да Я очень редко Дублирую Телеграм Канал И допустим И сторисы В своем Телеграме Я очень редко Дублирую Почему Потому что У меня Разная информация Везде И со мной Не скучно Везде Вот То есть Вот Этот момент Нужно обязательно Понимать Чтобы к вам Приходили бизнес Партнеры С продвижения Телеграма С продвижения Страницы Вконтакте С продвижением Чего угодно Вы должны Показать Результат Компании Результаты Свои Как даже Еще сказать И людей Тригерить У тех То У тех То Вы посмотрите А у меня Вот Подарок За рубль Я вас Учила Тексты Переворачивать Сверх На голову То есть Написали Пост И нижний Абзац Фиганите Как мы Прикалываемся Извините За сленг Фиганите Тексты Вверх И Увидите Обратный Эффект Что К вам Никто С предыдущего Постава Не пришел А с этого Который Вы Переделали По моему Совету К вам Начнут приходить то есть писать вкусно снимать классно это здорово я могу например сказать ребята вы представляете а я сэкономила 25 тысяч рублей на купонах сейчас покажу как и потом показываете а можете сказать ребята вот это мой заказ и вот в этом заказе у меня там допустим я заказала очень много бадов да у меня было сто с лишним купонов я заказала много бадов и все вот эту разницу нужно нужно высчитывать и в конце выдать итог что вот 25 тысяч экономии да но как бы ну сколько людей до конца досмотрит если вы вначале их не триггер нёте и не скажете сейчас он вот лайфхак да то есть и в следующий раз люди будут и а потом в конце да когда вас за смотрят сказать вот следующий раз а старайтесь как можно больше делать заказы как можно больше их оплачивать в каталог с купонами потому что потом вы сможете сэкономить огромное количество денег понимаете и когда люди вот это смотрят вроде бы здорово и классно а можно эту тему вообще скрыть это же само собой разумеющийся фи купоны а вот давайте посмотрим почему ко мне приходят люди давайте посмотрим а вот вот возьмем в пример хотя бы вот этот пост да ну тут не вот давайте так почитаем а я тут говорю вау 1139 человек по моей личной группе получили купоны за покупку а в семнадцатых восемнадцатых каталогах у некоторых консультантах аж под сто штук да то есть предыдущий заказ консультанта был на 100 тысяч рублей да но на минуточку это вообще шикарно то есть это тоже показатель того что кто-то 10 баллов боится сделать и идет там за порошком магазин да и не как-то вот да плохо очень относится очень серьезности бизнеса да с компанией фаберлик а кто-то вот берет и делает вот такую красоту и у них и команда делает такую красоту да тут же розыгрыш тут же я им показала вы что выгодно по купонам эти это составляла не я составляла то ли моя сестра то ли она у кого-то взяла да то есть и пошло поехало да то есть я на постоянной основе что-то рассказываю и забочусь о людях да то есть это кто-то из директоров составлял вот этот вот текст и я просто у директоров регионов я имею ввиду я просто вот у кого-то по моему уже в московске когда региона но просочилась я это выгрузила на свой телеграм-канал и выгрузила я например не 1 января когда начался каталог когда уже начались трудовые будни а вот уже после рождества вот золотые директора да вот эти вот то есть телеграм-канале я немножко побольше делаю всего-всего поэтому и вот видите пошел вот этот вот повтор вот и получается человек ко мне зашел он знает обо всех акциях обо всех бонусах он имеет мотивации целый вагон и продолжает расти и я постоянно практически во всех сообщениях пишу что личная переписка вот со мной да то есть человек не может телеграм-канале куда-то найти куда-то нажать ему все это неудобно вот такая вот жирная личная переписка хотя это можно выделить да и спрятать под ссылочку красиво но некоторые не догадаются кликать поэтому я вот по старинке показала ссылку человек кликнул и зашел да то есть и канал телеграм да то есть он может нажать сказать у а я тут на то есть таким вот образом это все конечно тоже очень интересно и немножечко забегу вперед одну минутку я хочу еще у вас забрать что принести пользу и немножечко вас помотивировать чтобы вы понимали одно очень важное дело да сначала я начинала 1 потом команда из четырех директоров и меня 5 продолжила это дело все вместе сейчас у нас скоро будет 30 директоров первой линии и я могу сказать что 30 человек в первой линии будут вместе со мной дальше продолжать обучение то есть чем вы крупнее статусом тем вам будет легче и проще если вы умеете масштабировать делегировать то есть то же самое если сначала я сама рекрутировала сама составляла вебинары сама их вела и обучала и созванивалась и ролики создавала и честно вам скажу света белого не видела то сейчас у меня есть по бизнесу три секретаря который первый секретарь за меня все выкладывает второй секретарь мне монтирует ролики мои обзоры там еще что-то и третий секретарь сидит на отработке структуры и команды с конечно же с подписью о неразглашении данных там у нас все прямо очень четко да то есть потому что ну этот секретарь очень мой близкий человек которому я могу доверять но подпись все равно я с него взяла неразглашение не дай бог да то есть потому что я не имею права да а вот дальше значит и вот когда ты понимаешь да что что сейчас жизнь с кайфом да первое там два года три года мы реально попахали как говорит гандапас призовите себя в армию зато сейчас мы цветем и пахнем везде путешествуем и нам хватает даже содержать 9 рабочих мест а вот ну это конечно у нас не московские зарплаты до зарплаты уровня город киров но все равно мы содержим на данный момент 9 рабочих мест плюс на самом деле достойно зарабатываем и я поняла что я именно к этому и шла я шла кайфовать и за три-четыре примерно года ну за два можете а там еще очень много работала но сейчас я реально кайфую понимаете чего желаю вам мои дорогие думайте когда вы идете вперед ради чего вы все это делаете ради чего для того чтобы пахать всю жизнь да то есть но это как бы не про нас дальний про наш с вами бизнес а вот ради того чтобы потом жить и кайфовать вот это классно ради того чтобы оставить детям хорошее наследство и делегировать им свои полномочия это тоже шикарно просто шикарно а вот и конечно же дорогие мои только вперед марафон был шикарный марафон был великолепный я очень счастлива что нас в этом чате так много да то есть и как вы видите статистика даже есть в марафонах каждый десятый сюда прошел до с двух тысяч человек 80 ну даже меньше статистика но это здорово ну что ж всем пока пока сейчас посмотрю ваши комментарии я ушла с чата и вообще чат потеряла вот самое главное верьте себя и понимаете куда вы идете очень хотелось вас немножечко замотивировать пусть это и заняло полчаса времени но я думаю что полчаса на себя любимых вы найти сможете но все всех обнимаю всем целую всех кто сможет кому вообще хватит билетов там если честно осталось очень мало билетов жду на живой встречи в ёшкалале очень дешевый билет и очень насыщенная программа зал рассчитан всего лишь на 300 человек поэтому успевайте купить билет обязательно это я сейчас не раскручиваю да то есть мне действительно хочется чтобы вы умели делать хороший контент и пришли на форум на любой форум не обязательно в ёшкалалу на любой свой форум который ближе к вам для того чтобы сделать контент и понять как это делают другие то есть вы уже придете не просто посидеть поглазеть да как говорится а вы придете на свое мероприятие для того чтобы сделать контент вы придете работать а это огромная разница просто посидеть и послушать что там не будут втирать да как некоторые говорят в кавычках или делать контент и делать себя делать свой бренд делать свою жизнь и расти вверх да все всем пока пока до встречи с вами я закрываю марафон марафон можно считать официально закрытым ребята удачи вам роста везения во всем вдохновение гор по колено и море по плечу всегда это всем говорю и хочется чтобы у каждого участника закрытой встречи было также я надеюсь что в следующем году на ассамблее а мы с вами встретимся и я вас увижу на сцене с чеком чего всем желаю обязательно чтобы быть на сцене с чеком на ассамблее фаберлик на главной сцене нашей компании что нужно сделать открыть новый статус а то ничего не дадут вам на сцене да и успеть его подтвердить цели клевая классная но чек это тоже круто признание успех это здорово но подумайте насколько вы пытаясь получить чек на сцене компании фаберлик да стараясь вообще поправите свое благополучие и насколько вы больше себе сможете позволить в этой жизни нежели да там например сейчас вы зарабатываете к примеру до 30 тысяч рублей а представляете вы будете зарабатывать 300 а представляете вы зарабатывать три миллиона я понимаю чем я говорю поэтому всем удачи роста все целую обнимаю пока пока